Коллеги, готовность одна минута, и мы начинаем. Начинаем. Добрый день, уважаемые коллеги и дорогие друзья. Bonjour, chers amis, chers коллеги. Мы начинаем сейчас нашу конференцию, посвященную общей исторической памяти между Россией и Бельгией. Движению сопротивления. Прежде всего, я хотела бы дать несколько технических деталей. А вам тоже есть несколько деталей техники. Наша конференция проходит в видеорежиме с синхронным переводом. Для того, чтобы выбрать русский язык, вам необходимо выбрать соответствующую дорожку звуковую. Клик-тоф-тоф на иконке с изображением глобуса внизу вашего экрана. Наша конференция будет сопротивляться с синхронным переводом на русский и французский языки. Выберите канал синхронного перевода, нажав на изображение глобуса в правой нижней части экрана и затем выбрав язык. Когда все выбрали соответствующий язык, мы начинаем нашу конференцию. Завтра исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны и вступления Советского Союза во Вторую мировую войну. Русский дом в Брюсселе, Россотрудничество при поддержке муниципалитетов Камун, Льерную и Труапун, провинции Льеж, Бельгия и администрация губернатора Самарской области, Россия, проводят международную конференцию, посвященную совместной общей исторической памяти Движения Сопротивления. Мы будем говорить о бельгийских и русских борцах с нацистской оккупацией и гитлеровским режимом на территории Бельгии и Европы. В нашей конференции принимают участие историки-исследователи Движения Сопротивления, представители администраций регионов России и Бельгии, краеведы, участники военно-поисковых ассоциаций и мемориальных обществ, которые поговорят о том, как было организовано антинацистское подполье в Бельгии и какую роль в нём играли советские солдаты и офицеры, бежавшие из гитлеровского плена и влившиеся в ряды сопротивления в бельгийских провинциях Льеж, Люксембург, Ленинбург и других регионах страны. И сейчас мы хотели бы начать нашу конференцию с видеоприветствия посла, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Канаде. К большому сожалению, не могу непосредственно участвовать в этой конференции в связи с давно запланированной встречей по вопросам развития экономического сотрудничества между Россией и Бельгией. Конференция мне представляется очень важной и интересной. Хотел бы поблагодарить директора Русского дома в Брюсселе, Веру Георгиевну Бунину за ее организацию. Эта встреча еще раз позволяет увидеть, что мы близки с Бельгией в оценках Второй мировой войны, в стремлении сохранить память о совместной борьбе против нацизма и не допустить прославления гитлеровских приспешников. Хотел бы выразить особую благодарность представителям Самарской области за их историко-мемориальную работу и за вклад в развитие двусторонних связей с Бельгией. Хотел бы несколько слов сказать по-французски нашим бельгийским партнерам. Верн the Putz Самре. Верн. Просorte нежел estamos полной켜isted созидательного конференциала. Но я хочу сказать вам, что мы очень рады все, что вы делаете, чтобы защищать память во время Второй войны, и для тех, кто-то советские и солдаты русские, совиитики на то время, и для тех, кто-то из-за войны, которые были великие группы, которые были великие религию, В этом году, в Лирне и Троипон, мы сделали шокер. Мы очень рады увидеть, что мы видим, что мы видим, что мы видим, что мы видим, в Троипон, в чёме, в чёмах, в чёмах, в чёмах русских и белых. Я думаю, что все это вызывает новые желания в нашей отношении с беллитеральной, потому что вся общая связь с нашими народами, и их коллеги в регион русском Сан-Мараде. Я также хочу поблагодарить тех, кто занимаетесь историческим исследованием во время Второй войны, и которые помогут на понимание этой периоды, и на правильное понимание этих событий. Я уверен, что у вас есть перед вами одна интересная и восстанавливающая. Спасибо большое. Большое спасибо чрезвычайному полномочному послу Российской Федерации в Королевстве Береги Александру Аврелиевичу Токаинину. И сейчас я хотела бы передать слово для приветствия Александру Евсеевичу Хейтштейну, депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Самарской области и председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Александр Евсеевич, вам слово. Да, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Я сердечно рад приветствовать всех участников нашей сегодняшней конференции. Надеюсь на то, что она станет еще одним важным событием в сохранении исторической памяти о подвиге наших предков в годы Второй мировой войны. для Государственной Думы, для партии «Единой России», которую я также представляю, являясь координатором федерального партийного проекта «Историческая память», сохранение памяти об этих событиях является очень важным и знаковым. Мы сегодня совместно с нашими коллегами из Россотрудничества, Министерства иностранных дел, органов власти регионов России, общественников, историков, ученых и, конечно же, бельгийской стороной работаем над целым рядом акций, которые призваны увековечить память о героях сопротивления, о советских солдатах и офицерах, которые воевали и, к сожалению, погибали в борьбе за свободу Бельгии и всего мира. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. Мы планировали еще начать активно эту работу реализовывать с 2020 года. В наших планах была и установка памятного камня на кладбище Робермун и подписание соответствующих соглашений о побратимстве между бельгийскими коммунными и муниципальными районами Самарской области, откуда ушли и, к сожалению, не вернулись наши воины, погибшие в боях за освобождение Бельгии. В наших планах было также увековечение их памяти путем установки мемориальных соответствующих комплексов. Ну вот, надеясь на то, что ситуация с пандемией улучшится и у нас это получится сделать, мы считаем, что как можно больше людей должны знать о подвиге наших воинов, о том, как плечом к плечу бельгийские и советские патриоты сражались против нацизма. Эта работа еще важна и потому, что благодаря поискам неравнодушных людей, волонтеров, историков, наших бывших сограждан, живущих сегодня в Бельгии, поднимаются много ранее неизведанных фактов о реальных подвигах, о героизме, который был проявлен нашими воинами в Бельгии. И очень важно для того, чтобы этот подвиг был отмечен на должном и соответствующем государственном уровне. Для меня, как для депутата от Самарского региона, конечно, важно, что в этом перечне есть немало и наших земляков, как минимум двое уроженцев Куйбышевской, ныне Самарской области, погибли, сражаясь в бельгийском партизанском отряде. И в прошлом году мы начали отчасти реализовывать весь этот большой комплекс запланированных мероприятий, в частности, именем Ивана Кулькова, погибшего в Труапоне, названа школа, где он учился, в Волжском районе, в селе Дубовый у Мед. Мы установили мемориальную табличку именем Анатолия Девяткина, уроженца Безенчукского района, Куйбышевской, ныне Самарской области. Также названа улица. Мы очень рассчитываем, надеемся на то, что ребята, которые будут учиться в школе, все, кто будут идти по этой улице, будут вспоминать о подвиге героизма. У нас есть много и других планов и замыслов. Здесь бы я хотел поблагодарить наших партнеров из российского исторического общества, наших партнеров из российского военно-исторического общества. Помимо перечисленных уже замыслов, мы обсуждаем и создание совместного музея, который объединил бы в себе информацию, предметы, экспонаты, посвященные подвигу советских партизан в годы Второй мировой войны в Бельке. Завершая, хочу сказать, что, коллеги, нам представляется эта тема крайне актуальна, особенно сегодня, с учетом непростой международной обстановки. Несколько лет назад мы с Константином Могилевским, он тоже с нами присутствует сейчас на связи, были в командировке в Бельгии, участвовали в торжествах, когда устанавливали мемориальную доску одному из погибших наших партизан, Владимиру Тавде. И, честно скажу, для нас было огромным, для нас было очень волнительно и до слез, когда мы видели, как бельгийские дети поют песни на русском языке, как отдаются воинские приветствия под российский гимн, как поднимается наше знамя, как сохраняется бережно память о наших героях. И это происходит в стране, которая, казалось бы, исходя из существующих сегодня политических конъюнктурных соображений, должна быть в авангарде антироссийской политики, в стране, где находится штаб-квартира НАТО и центр Евросоюза. Но нет, и очень отрадно, что подавляющее большинство сегодняшних бельгийцев помнят о подвиге советских, русских людей, погибших за их свободу, и относятся к памяти о них с должным уважением. Появляются новые мемориалы, те, что есть, поддерживаются и сохраняются на должном уровне. Для нас, поверьте, это очень знаково, для нас это очень важно, мы это очень ценим и благодарны нашим бельгийским друзьям за такое бережное отношение к памяти о нашем герое. Рассчитываю на то, что все наши планы нам удастся реализовать, а правду о подвиге советских партизан в Бельгии станет известно как можно большему количеству людей во всем мире. Спасибо. Спасибо, Александр Васильевич. Мы действительно проводим и эту конференцию в том числе именно с этой целью для того, чтобы память о подвиге и бельгийских, и российских, и советских участников сопротивления здесь в Бельгии жила в сердцах народов наших стран. Спасибо вам большое за выступление и надеемся, что все наши планы, о которых вы говорили, исполнятся. Тем более, что мы сегодня будем говорить о только что прошедших параллельных акциях в России и в Бельгии. Это посадка садов памяти в обеих бельгийских коммунах и в Самарской области. Но прежде чем перейти к содержательной части, мы хотели бы представить все приветствия. И сейчас я передаю слово Дмитрию Валерьевичу Поликанову, заместителю главы Россотрудничества Евгения Александровича Примакова, Россотрудничества Федерального агентства по гуманитарному сотрудничеству, в которое входит Русский дом в Брюсселе, так же, как и другие русские дома за рубежом. И мы проводим в эти дни большую международную программу, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны. Дмитрий Валерьевич, Вам слово. Спасибо большое, Вергеоргий. Но, к сожалению, я не могу поприветствовать наших участников по-французски. Он недостаточно хорош у меня. Вот я все понимаю, но, к сожалению, как бы боюсь напугать их своим акцентом. Я действительно очень рад тому, что такая конференция проходит именно в эти дни, накануне очень знаменательной для нас даты 80-летия начала Великой Отечественной войны. И, к сожалению, действительно в современном мире очень часто подвиг наших солдат и наших союзников по антигитлерской коалиции его стремятся как-то забыть, исказить и так далее. И мы должны всячески препятствовать таким попыткам. И я очень рад, что именно площадке Русского дома в Брюсселе проходит наша сегодняшняя конференция по исторической памяти, потому что сохранение исторической памяти занимает довольно значимое место в деятельности Россотрудничества. И тем более, когда речь идет о моментах, связанных с партизанской деятельностью, практически с движением сопротивления, об этом вообще, в принципе, мало говорят. Мы знаем, что есть много книг, много фильмов о сражениях, так сказать, Второй мировой, о сражениях Великой Отечественной. Но вот та работа, которая велась людьми, в том числе часто и не боевые действия, а в том числе, как бы, не знаю, подрыв экономической мощи гитлеровской Германии и так далее, к сожалению, она очень часто остается за кадром. И, конечно, эти моменты нашей общей истории, их нужно освещать. И мне кажется, очень важно, что к этому подключаются не только люди зрелые, так сказать, кандидаты, доктора, наук, академики, но что к этому подключается молодое поколение и гражданское общество в самом широком смысле слова. Потому что именно благодаря таким вот связям, как есть между Самарой и, соответственно, бельгийскими коммунами, именно благодаря тому, что дети на той и на другой стороне вовлечены в этот процесс, вовлечены деятельно и сохраняется вот эта самая живая память. Да? Что, как бы, мало поставить сам мемориал, да? Важно, чтобы были люди, для которых он был небезразличен, чтобы к этому мемориалу, не знаю, водили экскурсии, да? Чтобы вокруг него проходили какие-то мероприятия. И очень важно, что именно вот на межмуниципальном уровне такие связи формируются и это позволяет нам как раз сохранять эти важные для нас, для всех моменты. Вот. Я, на самом деле, очень рад, что вы будете обсуждать тему садов памяти тоже. Это большая акция, к которой Россотрудничество присоединилось практически по всем странам нашего присутствия. Вот. И это тоже, как бы, хороший пример той самой народной дипломатии. Потому что, как бы, смысл сада памяти не в том, чтобы, не знаю, потратить государственные деньги, купить 20 деревьев и сделать аллею. Смысл сада памяти в том, что люди, которым не все равно, люди, которые заботятся о памяти о своих прадедах, там, да, кто-то о дедах и так далее, что они готовы принять участие добровольно и, соответственно, сделать эти парки, эти аллеи, понимая, что, как бы, это, как бы, их, что они передадут фактически своим, там, следующим, следующим поколениям эту память через такого рода аллеи. Вот. Я уверен, что вам сегодня много интересных вопросов будет обсудить. И я желаю вам, естественно, как бы, плодотворных дискуссий в ходе вашей конференции. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей следили за трансляцией этой конференции, чтобы, возможно, там, запись, да, будет вести, чтобы как можно больше людей смотрели потом эту запись, потому что, действительно, важно, чтобы в этот разговор, еще раз повторюсь, увлекались не только специалисты по военно-исторической работе, но и широкие круги общественности. Чем больше людей будет знать об этом, тем лучше как в России, так и в Бельгии. Спасибо большое. Большое спасибо, Дмитрий Валерьевич. Действительно, мы сегодня хотели даже показать, мы сделали видео, поскольку сады памяти проходили параллельно в Бельгии и в России, и мы сделали видеофильмы об этих церемониях, чтобы проиллюстрировать ваши слова о том, как, действительно, и молодые люди, и пожилые, и представители, в общем-то, всех слоев наших обществ приняли в этом участие. Это очень важно, и обязательно мы вывесим запись этой конференции, которая сейчас у нас транслируется и на Ютубе, и в Фейсбуке, и на сайте Русского дома в Брюсселе. Она останется, и много людей смогут познакомиться с нашими дискуссиями сегодня. Большое спасибо. И я передаю сейчас слово для приветствия еще одному гостю. Как сказал Александр Евсеевич, мы тесто сотрудничаем и с российским историческим обществом, и с военным российским историческим обществом. И Константин Ильич Могилевский, председатель правления Российского исторического общества, сейчас с нами, исполнительный директор фонда «История Отечественная». Константин Ильич, спасибо, что вы с нами. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Спасибо большое. Я хотел бы начать свое короткое выступление с того, чтобы пожелать нашим бельгийским друзьям победы сборной Бельгии в сегодняшнем матче на чемпионате Европы. Ну и наша сборная, конечно, тоже победа для того, чтобы и сборная Бельгии, и сборная России вышли бы из группы, ну а дальше уже по возможности как Бог пошлет. Конечно, понимаете, наша встреча сегодня символична, и большое спасибо организаторам за то, что она проходит 21 июня, накануне 80-летия нападения нацистской Германии на Советский Союз. В России этот день, 22 июня, называется «Днем памяти испорми». В этот день мы вспоминаем о миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны, погибших на фронтах, погибших в тылу, погибших на оккупированной территории, угнанных на принудительные работы в Германию и в другие страны Западной Европы, погибших там. Это день, когда мы стараемся вспомнить каждого, кто не пережил эту войну. 27 миллионов человек потерял Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. На минуточку это почти 2,5 современных Бельгий по населению. Из них 13 и 13 миллионов 600 тысяч человек – это мирные граждане, мирные жители Советского Союза. Это больше, чем все население современной Бельгии. Поэтому масштабы этой трагедии, масштабы этой катастрофы, конечно, ужасают. И сегодня в России говорят о геноциде гражданского населения, об уничтожении людей, мирных жителей просто по факту проживания на этой территории. Просто потому, что нацистам потребовалось жизненное пространство для проживания в кавычках «просвещенной» германской нации. Действительно, народ великой культуры сошел с ума. Иначе трудно объяснить эти события в середине XX века. Конечно, условия оккупации бельгийской территории значительно отличаются от того, что происходило на территории Советского Союза, на землях Белоруссии, Украины, на таких коренных русских землях, на Кавказе. Потому что здесь людей уничтожали целыми населенными пунктами, сжигали целые деревни, подвергали сплошным бомбардировкам мирные города. Ну, собственно, этим отличались, конечно, и наши союзники в той войне, и, как известно, и американцы. К сожалению, бомбили и Софию, бомбили и Дрезден, стерли со земли и завершили Вторую мировую войну чудовищным экспериментом по применению атомных бомб против населения Хиросимы и Нагасаки. Но, тем не менее, несмотря на то, что характер этой оккупации, конечно, был разный, и в Советском Союзе он был направлен, в принципе, на уничтожение большей части населения, Бельгия не так, но, тем не менее, и в Бельгии, и во Франции, и в Италии, и в других странах Европы патриоты, местные патриоты, люди, которые не принимали нацизм, отторгали нацистскую идеологию, не готовы были мириться с тем, что порядки устанавливают теперь фашисты, они объединялись в отряды, объединялись для того, чтобы бороться с этим общим врагом. И это движение получило название движение сопротивления по термину, который ввел, кстати, русский человек по происхождению, эмигрант, который жил в Париже, Борис Вильде. Вот он первый использовал это слово сопротивление, тоже не буду называть его по-французски, чтобы не смешить людей, но это слово ввел в оборот русский человек Борис Вильде. И в составе бельгийского сопротивления участвовали, конечно, в этом сказал Александр Алексеевич, участвовали и советские граждане. Я тоже вспоминаю вот эту нашу совместную поездку в Ребек и должен сказать, что в этой поездке было и есть продолжение. Мы действительно планируем установить мемориальный камень на кладбище Рубермонт, на том кладбище, где похоронены в том числе и советские солдаты, но и в целом люди самых разных национальностей, граждан самых разных стран. Мы с удовольствием констатируем, что пошло сотрудничество между Самарской областью и бельгийскими регионами. И здесь Самарская область как локомотив влечет за собой другие регионы России. И в этом, конечно, большая личная заслуга Александра Алексеевича Кинштейна. Действительно музей. Есть идея под Льежем организовать вот этот музей. И музей обороны Сталинграда, который расположен в бывшем Сталинграде, сейчас он называется Волгоград, готов вместе с бельгийскими коллегами работать над наполнением этого музея. Поэтому перед нами стоят, уважаемые коллеги, две смежных задачи. Первая задача, конечно, просветительская, о чем говорили до меня. Нужно рассказывать, нужно показывать, нужно передавать не только знания, передавать вот эти эмоции, когда мы думаем, вспоминаем о войне, передавать молодому поколению. Но вместе с тем есть еще и задачи научно-исследовательские. И для нас было бы очень важно, чтобы историки, профессиональные историки, основываясь на архивных документах, написали бы историю участия советских граждан в бельгийском сопротивлении. Мне кажется, что вот эта работа, она бы еще больше сблизила наши народы, у которых и так есть большой взаимный интерес друг к другу и способствовала бы, конечно, и сохранению памяти, и дальнейшему развитию наших гуманитарных связей. Я бы предложил, как только эпидемическая обстановка позволит, встретиться уже очно, провести такой семинар между историками двух стран и подумать о том, как бы мы могли двигаться к созданию вот этого совместного исследования об общей борьбе с нацизмом на территории Бельгии. Уважаемые коллеги, я хотел бы поблагодарить еще раз организаторов круглого стола и пожелать всем его участникам успешной работы сегодня. Спасибо. Большое спасибо, Константин Ильич. Мы именно в этом направлении и движемся. И действительно, то сотрудничество, свидетелями которыми мы являемся, несмотря на ковидное бедствие, все-таки развивается и набирает обороты. И мы очень рады, и для нас большая честь представить сегодня бургомистров двух бельгийских коммун провинции Ильеж, господина Андре Самре, бургомистра коммуны Ильерно, и господина Франсиса Берена, бургомистра коммуны Труапун. Именно в этих коммунах 16 и 17 июня были заложены сады памяти, а в коммуне Труапун был открыт памятный знак, мемориальный камень с памятной табличкой в честь российских и бельгийских участников сопротивления. Так что начало вот такой мемориальной деятельности, о которой вы говорите, которая выльется, мы надеемся, в исторические исследования, в публикацию серьезной исторической работы совместной, оно уже положено. И я рада также сообщить, что благодаря запросу администрации коммуны Ильерно власти Волонии выделили участок под строительство памятного знака в коммуне Ильерно рядом с мемориальным кладбищем, на котором похоронен советский партизан Алексей Девяткин. И мы надеемся к следующему дню победы, к 9 мая 2022 года, что этот памятный знак уже будет установлен в сотрудничестве с администрацией губернатора Самарской области и регионами Волжский и Безенчукский. А сейчас, позвольте предоставить слово господину Андре Самре, бургамистру Камуны Ильерно. М. Андре Самре, мы будем очень благодарны вашим присутствовать, и я вам даю слово, пожалуйста, для подозрения к Камуне Ильерно, к нашим компатриотам, к ОРУС и к всему всему миру, который следует в этой видеоконференции на Zoom. М. Францис Берин, я вам дам слово в следующий раз для представления Троапо и поговорить о этой акции праздновательной кампании, который мы сделали вместе на 17 декабря. Спасибо большое, М. Бургомастр Андрес-Амрей. Поехали. Вернер, у всех есть? Уверен, у всех. Это очень большой член для меня, как бургомстр для Коммунии, для того чтобы выяснить, даже если это в дистанциям. Но, после бургомедии, мы не сможем быть прятнём, я могу сказать, как это можно, для этой праздновательной кампании. Мы очень рады поделиться в этой работе с Россией, во Ван Бассейн, Добавил субтитры DimaTorzok 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 с селом селом. В ближайшем Лирне, мы также имеем пистолет на бараке из Фрейтур, который очень известен в районе. Мы также в Семьтор Парк, где есть Сальм. Мы также у нас есть музей Котикул, который был университет и селом и селом селом и в Семьтор Парк и в Виасаме и Лирне также туристическом городе Виасаме, Гуви, Троипон и Лирне. И вот я ощутил селом посествую. Спасибо. Вот так, Удсюм и Продолжение следует... 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 Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова в Камоне-Труапон и в Волжском, если не ошибаюсь, районе. Чтобы сэкономить время, мы покажем только два маленьких фрагмента, но поверьте, все эти церемонии были очень эмоциональными, очень трогательными, и участие ветеранов, то, о чем говорил господин Францис Берен, участие 94-летнего ветерана Жозефа Перона, который уже 70 лет, больше 70 лет ухаживает за могилой Ивана Культкова, захороненного в этой коммуне. Поверьте, это действительно очень сильное воспоминание и большая честь для нас. Итак, маленький репортаж бельгийского телевидения о закладке сада памяти в коммуне Труапон. Субтитры создал DimaTorzok И сейчас я хотела бы показать совершенно очаровательное и очень трогательное и очень профессиональное сделанное видео из закладки сада памяти в Самарской области. Продолжение следует... 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 Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, вошла в каждый дом. Наша область потеряла 235 тысяч погибших, без вести пропали еще около 49 тысяч бойцов. Завтра, в день памяти и скорби, вся страна замрет в минуте молчания, отдавая дань уважения главным героям, павшим, и скорбя о этих потерях. Но все мы понимаем, что сейчас, спустя 80 лет после начала одной из самых страшных войн в истории человечества, есть опасность, что ее трагедия и вынесенные уроки потеряют свою остроту за суетой и информационным шумом сегодняшних цифровых будней. К тому же участились попытки пересмотреть эти события, придать им другую трактовку, переиначить их смысл. Готовятся публикации с якобы подлинными документами, демонстрируются псевдо-журналистские расследования, снимаются красочные фильмы. Что мы можем противопоставить этому потоку лжи? Единственное, что может противостоять этой тенденции, это наша память и приверженность исторической правде. В этой видеоконференции принимают участие наши партнеры из Бельгии, страны, которую также не обошла война. К сожалению, история бельгийского сопротивления пока не так известна, как французского, но в наших силах исправить эту несправедливость. Борьба с фашизмом стала поистине интернациональным делом, ведь она объединила людей самых разных национальностей, верований, убеждений. Плечом к плечу с бельгийскими партизанами сражались и советские солдаты, бежавшие с фашистского плена. Среди них были уроженцы нашей области. Хотел бы выразить благодарность руководству коммуны Гернье за позитивный отклик, который получило наше предложение разместить на территории коммуны памятный знак в честь советских солдат, участников движения бельгийского сопротивления. Благодаря за оперативность в решении формальностей, связанных с согласованием возможности установки памятного знака и определением места его расположения. К участию в этом проекте мы привлекаем молодежь Самарской области. Отбор эскизов будет произведен через конкурс среди творческих молодых людей, скульпторов, дизайнеров. Завершая нашу встречу, хочу процитировать одного восточного мудреца, который говорил, «Ни одно дерево не может жить без камней. Устремляя вверх свою крону, оно берет жизненные силы в земле. И чем крепче дерево держится за почву, тем зеленее его листва». Удачной работы, коллеги! Большое спасибо. Это был Владимир Терентьев, вице-губернатор и руководитель администрации губернатора Самарской области России. Пленарная сессия, сессия приветствий, сессия вводных выступлений закончена. И я рада перейти к основной части нашей сегодняшней встречи, которая будет состоять из двух сессий. Первая из них будет посвящена историческому контексту той ситуации, о которой мы сейчас говорим. Если бы не 22 июня 1941 года, ни Алексей Девяткин, ни Иван Кульков, ни другие более 300 советских партизан, солдат и офицеров, захороненных в бельгийской земле. И, возможно, мы еще не о всех захоронениях знаем, а те, кто выжили и вернулись в Россию. Их было, конечно, еще больше. Никто из этих людей не оказался бы в Бельгии и не был бы вынужден продолжать борьбу с нацизмом вдалеке от своей страны, от своего дома. И сегодня мы во время первой сессии будем говорить об историческом контексте. Мы поговорим о бельгийском движении сопротивления, которое, как только что было сказано, очень мало известно в России. И необходимо, конечно, эту лакону заполнить. И мы поговорим с исторической точки зрения о участии выходцев из Самарской области и не только в этом движении сопротивления. И вторая сессия, которая последует за этим, будет посвящена современной поисковой работе, современным исследованиям, современным историкам, мемориальным и поисковым организациям их деятельности в Бельгии и России. А сейчас я хочу передать слово для модерации первой исторической сессии господину Клоду Леграну, первому вице-бургомистру Каммуны Троапон и ответственному за мемориальную работу в этом регионе. Господин Легран, вам слово, пожалуйста. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 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 В результате, в котором есть урожайся в 14-18, очень сильный в Фландре, в Валонии, но не имеет никакого разговора. Мы в Белгии, если не так, не изучая в двух, в том числе не изучаясь в том, что не изучаясь в таком случае. В том числе, в Брендонг-Стриктосенсу, мы изучали индивидуально все паркоры из пилизаней. то 3589 паркуд, и для меня половина из них, я увидела у меня место, как иметь отношение к группе резистан. То есть, нужно различить наши цифры, в том смысле что некоторые резистансы делают в различных группах. В тех, которые делают армой, они также делают расстояние, так что, в реале, мы встретим две разы, но они не печатлили, но они не печатлили, где-то он или нет. Продолжение следует... Dans l'état actuel de nos connaissances, c'est surtout l'armée belge des partisans, le front de l'indépendance et les milices patriotiques qui sont plutôt de tendance communiste, qui ont amené à Brendang le plus gros lot de résistants, suivi de l'armée secrète, du mouvement national belge, un mouvement plus belgiquain, comme on dirait, belgo-belge, si vous préférez, des groupes tels que la 8e brigade Fidelio. C'est très typique de la région d'Anvers, le fameux port dont je vous parlais au début de l'exposé. Le groupe G, on va en parler, est spécialisé dans le sabotage. Luc-Marc est plutôt spécialisé dans le renseignement. Et la route de Capel, dois-je vous dire en quoi il est spécialisé ? Bien évidemment, entre autres, dans le renseignement. Quelques exemples, rapidement, parce que sinon je vais excéder le temps qui m'est imparti. Les 12 de Sanzei, Sanzei, un petit village au sud de Charleroi, donc entre le Hainaut, le Namurois et les Ardennes. Il se fait qu'il y a un petit maquis qui s'est organisé dans la région. Et en réalité, un B-17 américain s'est écrasé. On y a mis trois soldats à la garde de cet avion. Le maquis de Sanzei les exécute, récupère les armes de l'avion. L'exécution de soldats allemands plaît très rarement à l'occupant. Il envoie donc des centaines de soldats arrêtés, tous ceux qui s'y trouvent dans ce maquis. Douze parmi eux sont envoyés à Brendong. Ils y arrivent le 25 février 1944 à 9h. Ils sont jugés à 12h. Le jugement nazi, vous connaissez, est assez expéditif. Il n'existe que deux peines, l'acquittement ou la mort. Et en réalité, ils sont tous les douze condamnés à mort et pendus trois par trois à la sortie du fort. Donc, voilà un exemple de cette résistance armée en Belgique qui, dans le cas présent, se termine raisonnablement mal, bien évidemment. Autre exemple de résistance dans le cadre du fort de Brendong, le groupe G, Jean Burgers, un jeune ingénieur de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, qui va créer, avec des amis ingénieurs et des amis de l'ULB, un groupe de sabotage dont le principal fait d'armes est en réalité, dans la nuit du 15 au 16 janvier 1944, d'avoir fait exploser 28 pylônes électriques. Selon certains, ça aura coûté à peu près 10 millions d'heures de travail pour remettre en ordre tout le système électrique du sud de la Belgique, et un petit peu en Flandre également, voire même de l'alimentation de la Rénanie. Donc, un extraordinaire exemple de sabotage qui coûtera la vie finalement au fondateur Jean Burgers, puisqu'il sera finalement arrêté, amené à Brendong. Vous avez là à droite sa photo lors de son arrivée à Buchenwald, où il sera pendu finalement. Un autre exemple de résistance, de type armé aussi, mais qui est plutôt dans l'assassinat de collaborateurs, la répression des collaborateurs. Donc, André Fretter, Raskin et Bertullo, raisonnablement jeunes, Fretter et Bertullo ont à peine 20 ans, et ils décident d'assassiner, sur ordre du mouvement de résistance évidemment, entre autres Paul Collin. Paul Collin était un collaborateur réputé, entre guillemets, si je peux le dire, en Belgique, qui était le chef d'un journal de propagande, Cassandre, entre autres, et du Nouveau Journal. Il sera assassiné. Vous avez là une photo de leur procès. On voit clairement qu'ils ont été torturés par la Gestapo, et ils seront là aussi, tous les trois, pendus à l'arrière du fort de Brendong. Autre exemple de résistance armée et d'aide aux populations juives, qui est assez exceptionnel, de Belgique partiront 28 convois de déportés juifs vers principalement Auschwitz. 25 000 juifs seront déportés, moins de 1 300 reviendront vivants, et le 20e de ces 28e convois est attaqué. C'est un cas unique dans l'histoire de l'Europe. Aucun autre convoi de déportés juifs ne sera attaqué. Trois jeunes hommes, Yuhalif Kitsch, un jeune médecin juif de l'ULB, Robert Mestrio et son ami Franck Ellemont, demandent l'aide de la résistance pour arrêter le génocide qui est en cours. Finalement, on commençait à savoir quel était le sort des Juifs à l'Est, et ils ne leur donnent pas, estimant les risques trop grands. Et ces trois jeunes vont à vélo, à bord de Merbeek, au sud de Louvain, une petite ville belge, arrêter le train avec un pistolet et sept cartouches. Ils ouvrent les portes, ils crient aux gens « Sortez, fuyez ! ». Dix-sept personnes s'enfuiront, ils se feront finalement arrêter. Yuhalif Kitsch, ayant le pistolet en main, sera condamné à mort pour détention d'armes, tandis que Mestrio et Franck Ellemont survivront à la guerre. Ils auront été condamnés à six années de prison, ils n'auront pas à les effectuer totalement. On est là le 19 avril 1943. C'est un acte à la fois fou et héroïque, quelque part, puisqu'en réalité, ils attaquent ce train avec un fanal rouge, un feu rouge pour arrêter le train, un pistolet, et ils n'imaginent même pas un instant qu'ils puissent se faire tirer dessus parce qu'il y avait des gardes dans les trains. Donc, voilà encore une histoire étonnante de la résistance. On pourrait parler aussi de la résistance civile du renseignement, via l'histoire de Brendonck. Ici, je vous parle des sept de Mons, Mons, une petite ville plutôt du Hainaut, où sept jeunes, dont mon ancien patron, que vous avez ici au milieu, Roger Koukelberts, lorsque j'étais au fort de Brendonck, qui est décédé il y a quelques semaines à l'âge de 100 ans, un âge honorable s'il en est, mais j'ai perdu un mentor néanmoins, eh bien, tout simplement, ils décident d'aller manifester contre un départ de volontaires de la Légion Wallonne vers le front de l'Est. Donc, ces collaborateurs wallons qui voulaient aller se battre contre les troupes soviétiques sur le front de l'Est, eh bien, ces jeunes décident que c'est inacceptable et prennent le risque d'aller faire le coup de poids, d'aller se battre avec la fête de gendarmerie. Ça leur coûtera à tous et toutes, à tous, bien évidemment, un mois de forteresse à Brendonck. Et suite à cela, eh bien, en fait, ils rentreront majoritairement tous dans des mouvements de résistance. Et M. Koukelberts, donc mon patron, mon ancien patron du moins, lui, deviendra le chef du réseau de renseignement, Luc Marc. Autre exemple de résistance en Belgique, l'aide aux réfractaires. Je vous avais dit qu'un des moments de cancel, de changement, c'était le travail obligatoire en Allemagne en 1942. Eh bien, en fait, le réseau Socrate vient en aide à ces réfractaires, les caches, pour qu'ils ne soient pas déportés vers l'Allemagne, pour participer à l'effort de guerre. Un des principaux réseaux, c'est le réseau Socrate, qui est fondé par M. Léon Alquin, dont vous avez la photo ici. Léon Alquin qui disait « Je suis rentré en résistance pour que mes enfants ne doivent jamais s'inscrire à la Hitlerjugend. » Je trouvais la formule assez belle. Et donc, il sera finalement quand même arrêté. Et il survivra à Brendon, Saint-Gilles, qui est une prison bruxelloise, Cologne, Grosterlitz, Grossrausen, Dora, Nordhausen. Imaginez que ce monsieur avait le moral pour résister à de tels cas en Asie. Il reviendra en Belgique et en 1947, il publie un livre d'ailleurs qui s'intitule « À l'ombre de la mort », qui est assez exceptionnel parce que c'est de première main, bien évidemment. Autre mouvement de résistance qu'on peut citer en Belgique, c'est les deux enfants juifs. La Belgique compte au début de la guerre à peu près 65 000 juifs, on l'estime en tout cas. Et donc, plus de 25 000 seront déportés vers Auschwitz et 24 000 à peu près, ils mourront. Néanmoins, près de 25 000 enfants seront cachés, tel le petit Jacques Friedman ici, que moi j'ai connu. Il n'était plus aussi petit que ça, évidemment. Il avait 90 ans. Et donc, de très nombreuses familles ont hébergé ces enfants juifs, sachant évidemment quel était le risque. Le risque, c'était d'arriver évidemment à Brendon également. Alors, je voulais terminer cet exposé déjà sur un petit exemple aussi d'une résistance collective, corporatiste. On parle souvent des résistants armés, des résistants des réseaux de renseignement. On oublie aussi parfois cette résistance de corps, d'administration. Il y a une surreprésentation en Belgique, d'ailleurs, de la classe moyenne et de l'administration dans les résistants arrêtés, déportés et tués. Et l'exemple des postiers est intéressant parce que, lorsque j'étais conservateur à Brendon, j'en parlais assez souvent aux jeunes. Parce que pour les jeunes, un résistant, c'est quelqu'un qui a un bazooka, c'est quelqu'un qui fait dérailler un train, c'est quelqu'un qui assassine des collaborateurs ou des ennemis. Non, les postiers ont fait des petits actes de résistance. Ils ont livré des journaux clandestins. Ils ont refusé de livrer des lettres anonymes, dont on connaissait bien évidemment le contenu, ce contenu étant la dénonciation de résistants. Et en réalité, près de 300 postiers belges mourront des suites de dénonciations. Dans le cas des postiers de Brendon, 42 postiers arrivent au fort de Brendon. Ils sont accueillis par les SS, dont un SS flamand qui leur lance « Vous, les petits postiers, je vous déteste, il n'y en a pas un de vous qui survivra ». Heureusement, ils se trompent. Néanmoins, cinq mourront d'épuisement. Je vous montre quand même leur état général. Après quatre mois passés au fort de Brendon, donc M. Van Der Wecken, par exemple, lorsqu'il arrive au fort de Brendon, pèse 75 kilos. Le voilà lors de sa libération quatre mois plus tard. Le régime est maigre à tout le mois à Brendon. Et voilà la même chose pour M. Toole et M. Van Am. Donc, on est vraiment dans un système concentrationnaire qui a pour but de déshumaniser, de réduire l'homme en esclavage et de l'éliminer finalement à court terme. Alors, je ne pouvais pas achever évidemment cet exposé sans repartir en référentiel vers l'opération Barbarossa. Il est clair que le 22 juin marque un grand changement et que le jour de l'invasion est suivi dans tous les pays d'Europe d'une opération qu'on a appelée Sonovend, qui consistait à arrêter massivement les communistes, ex-communistes, les sympathisants pro-soviétiques, socialistes, enfin toute personne qui pourrait être liée à ces mouvements de gauche, d'extrême-gauche, socialisme, communisme et autres. Et dans le cadre de Brendon, par exemple, je les ai appelés les Russes. Certains sont soviétiques, d'autres étaient russes, sont devenus soviétiques, bien évidemment. En réalité, à Brendon, nous avons quand même une série de citoyens d'origine russe. Pas mal sont apatrides, évidemment. Ils ont été privés, quittant l'Union soviétique, de leur nationalité. Et comme vous le voyez, j'ai mis une petite liste des arrestations le 22 juin 1941 et arrivés à Brendon le 22 juin, le même jour. Donc, le jour même de l'invasion de l'URSS par les troupes nazies, il y a 14 citoyens russes ou ex-soviétiques qui arrivent au fort de Brendon. Ce qui montre bien quand même le degré d'organisation également de ce régime nazi, dans lequel rien ou peu est laissé au hasard, contrairement à une formule que je n'aime pas quand on parle de la folie nazie. Je pense qu'hélas, très bien hélas, il n'y a aucune folie dans le régime nazi. Et c'est ça qui le rend d'autant plus terrifiant et compliqué à étudier. Et voilà un exemple de ces citoyens, ex-citoyens soviétiques ou russes, Pavel Koussonsky. Pavel Koussonsky est en plus une erreur de casting, bien évidemment, de la part des Allemands, puisque c'est un ancien général du Tsar, Nicolas II, chef d'état-major du Tsar, qui fuit via la Crimée et qui arrive en France. De France, après l'assassinat du général Miller en 1935, il vient en Belgique. Et en Belgique, il est petit employé, sans plus. Il a encore des amitiés russes, évidemment. Il voit encore ses anciens camarades de l'époque tsariste encore. Nous sommes bien avant 1917. Et il est arrêté, malgré tout, à cause de Barbarossa. Or, je peux supposer que notre général Koussonsky n'avait pas une amitié folle pour le régime soviétique, bien évidemment. Néanmoins, il est arrêté comme officier, ou en tout cas danger, pour le régime nazi. Et il meurt d'épuisement au bout de quelques mois, puisqu'il a plus de 60 ans, lorsqu'il arrive au Fort de Brindon. Donc voilà, la résistance en Belgique est un phénomène très varié, très diffus, qui a encore été assez peu étudié, même si des grandes études existent, mais pas encore dans les détails. Et il serait sûrement très intéressant qu'un jour, nous puissions nous lancer dans ces études. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vais couper ma présentation et vous souhaiter une bonne suite de colloque. Monsieur Legrand, branchez le micro s'il vous plaît, branchez le micro. Oui, excusez-moi. Voilà, donc j'ai une question qui est assez longue, je disais. De nos jours, les tentatives de révision de l'histoire suivent souvent la voie du blanchiment des partis collaborationnistes. Dans notre pays, les néo-nazis tentent de réviser l'histoire pré-ROA et du RONA, et des unités similaires formées par les Allemands à partir de collaborateurs. Vous avez déjà évoqué une unité SS comme la division Wallonie, leur analogue. Y a-t-il des tentatives en Belgique pour justifier leur crime de guerre ? Comment combattent-ils de telles tentatives néo-nazis en Belgique ? Votre micro n'est pas allumé. Il est clair qu'il y a des tentatives de réhabilitation aussi. Il y a un scandale qui s'est passé dernièrement en Flandre, où on a inauguré il y a quelques années, mais ça vient de sortir un monument aux collaborateurs laitons, collaborateurs SS laitons. Donc, ça a fait un petit scandale. C'est vrai que c'est une mémoire qui n'est pas encore morte. Loin de là, on sait qu'il y a une resurgence des partis néo-nazis, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, plutôt en Belgique néerlandophone par ailleurs. Il y a des resurgence néo-nazis, néo-fascistes également. On vient d'avoir un cas, vous ne l'avez peut-être pas entendu en Russie, mais d'un militaire qui voulait assassiner un virologue, parce qu'il ne l'appréciait pas visiblement à cause de la Covid, qui avait marqué des sympathies néo-nazis, vraisemblablement, en tout cas d'extrême droite à tout le moins. Alors, je pense qu'il n'y a que deux façons, pour moi, de lutter contre ça. C'est l'éducation et l'enseignement. Et de plus en plus, je sais que mes anciens collègues, j'étais enseignant dans un temps ancien, luttent journellement dans leur classe contre ces mouvements. Mais je pense qu'il n'y a que deux possibilités, pour moi, l'éducation et l'enseignement. On peut légiférer, bien évidemment, mais bon, on l'a essayé. On a essayé de combattre en Belgique le Vlaamse bloc. Pour ceux qui sont belges, ils s'en souviennent, c'était le parti fasciste, le raciste flamand. Et il a simplement réapparu sous un autre nom, sous une autre forme. Donc, je ne crois pas que ce soit cela la meilleure façon. Je pense tout simplement. Éduquons les gens, ressassons l'histoire, étudions-la. Battons-nous sur les réseaux sociaux pour faire paraître la vérité. Préparons, pour vous donner un exemple, en préparant la petite chose que je vous ai dite tantôt, mon petit aparté, mon petit discours, si on veut. Je me suis rendu compte que sur un site comme Wikipédia, à Brendong, les 12 de Sanzeil, on nous signale qu'ils ont été pendus par les pieds. On hallucine. On hallucine parce qu'il y a pas mal de gens qui vont prendre ça pour argent comptant. Ils vont se dire, c'est ça la vérité, c'est Internet. Et donc, c'est ça qu'il va falloir, je pense, à court terme, réussir à combattre. C'est tous ces gens qui se croient porteurs d'une vérité, qui la mettent sur Internet sans aucun contrôle. Et tous ces gens qui la lisent, et sans aucune éducation et sans aucune culture, croient que c'est la vérité historique. Et ça, c'est vraiment catastrophique, à mon sens. On me pose aussi la question suivante ici. On voit, à un moment donné, le nom Danilov. Je suppose, votre exposé. Oui. Vous avez une idée d'où ce prisonnier est décédé ? Danilov. Attendez que je vérifie. Ça, je pourrais le rechercher. Il faudra qu'on… Je ne l'ai pas ici comme ça, mais j'ai sûrement ça dans mes archives. Donc, la personne peut m'envoyer via le tchat la question, et alors, j'y répondrai par écrit. Et moi, j'avais une petite question. Dans notre région de Troipons, on parle, comme groupe de résistants, le commando wallon du groupe TEL. Est-ce que vous avez une connaissance de ce groupe ? Alors, en deux, trois mots, en réalité, je vous ai donné une petite liste des principaux groupements de résistance belges. Il y en eut, évidemment, des dizaines, avec des sections, des sous-sections, certains pour des noms un peu spéciaux. Il y en a qui s'appellent « Tégal », parce que, tout simplement, lorsqu'on lui a demandé comment il voulait s'appeler, il a répondu « c'est Tégal ». Et donc, on a gardé « Tégal », c'est plutôt un humour franc belgo-belge, difficile à comprendre pour nos amis russes, mais c'est vrai que c'est particulier. Et donc, effectivement, Albert Hill, qui était originaire des Trois-Ponds, de notre commune, a créé ce petit groupe qui se fédérera dans le cadre de l'armée secrète, si je me souviens bien ou si j'ai bien lu, en une cinquantaine de ses membres mourront, donc, durant leurs actions de sabotage, puisque ce groupement Commando Wallon est un groupement spécialisé dans les actes de sabotage, ou afférés et autres, qui regroupait à l'origine, principalement des militaires belges, ex-chasseurs ardennais, aussi de ce que j'ai lu, des gens, des gendarmes des eaux et forêts, et ensuite, évidemment, tout qui voulait se joindre à ce mouvement. Et ils ont aussi recueilli dans leur rang, selon des documents, des prisonniers de guerre soviétiques qui étaient, entre autres, occupés dans la région de Charleroi, dans le Borinage, ou dans les mines du Limbourg. Et j'ai retrouvé, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier mes sources, un certain Gworsdariyev-Alexis et un certain Kaspoutine auraient été des prisonniers de guerre allemands, russes, pardon, soviétiques, qui auraient rejoint ce maquis d'Albert Hill, donc des commandos wallons. Voilà, en gros, ce que je pourrais vous en dire, mais je ne suis pas spécialiste de la question, loin de là. Et pour ajouter, pardon, M. Legrand, et pour ajouter peut-être une information à ce que notre collègue, M. Vanderwilt, vient de donner, au niveau d'Albert Hill, il y a le fameux livre « L'insaisissable patriote des Ardennes » où il décrit toutes ses actions, et je veux dire, l'accueil de prisonniers soviétiques ou russes venant des mines du Limbourg, particulièrement, je l'évoquerai dans ma présentation tantôt, mais il faut savoir que lorsqu'un maquis subit des pertes, lorsqu'un maquis est attaqué ou un réseau démantelé, les soviétiques sont partagés entre les différents maquis qui existent dans le coin, ils sont nombreux, en dehors même parfois de toute idéologie. On retrouve des communistes dans des maquis qui ne sont pas du tout de tendance communiste, mais en tous les cas, on le verra après l'attaque du maquis de Haare où les soviétiques qui parviendront à s'en échapper seront accueillis par d'autres réseaux, notamment le réseau de l'armée belge des partisans qui est active dans la région des Ouai, où ils grossiront leur rang, mais j'aurai l'occasion d'y revenir tantôt si vous me le permettez. Oui, tout à fait. Maintenant, nous allons laisser la place à M. Tidenkov pour sa présentation concernant ses compatriotes et leur destin. Je me permets d'interrompre M. Lecran. Nous avons une surgestion de la région de Saint-Marin à M. Van Der Wilt de donner une conférence à l'Université de Saint-Marin si vous l'acceptez. Merci. Le micro. Je suis prêt à collaborer à toutes vos demandes. Vous n'hésitez pas, vous connaissez de rien avant mon adresse. Merci. Voilà, M. Tidenkov, bonjour. 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 Голод продолжался целых два года, унес огромное количество жизней. Алексей Девяткин родился в год страшного бедствия. Родился он в селе Владимировка Безынчугского района. Это сельскохозяйственный район, одна из главных житниц нашей страны. Он получил образование и стал трактористом. Очень уважаемая тогда была профессия на селе. В июле 1941 года его призвали в армию. Спустя 20 лет, в другой страшный год нашей истории, он ушел защищать свою страну. Ему не повезло, он попал в армию в самое тяжелое время для Советского Союза. Буквально через месяц, в августе того же года, его 150-я стрелковая дивизия была разбита и Алексей Девяткин попал в плен. Он прошел через несколько лагерей и в итоге очутился на территории Бельгии и работал в шахтах в Арденах, где потом будет работать еще и Иван Кульков. Он сумел бежать с этих тяжелых работ и присоединился к бельгийскому сопротивлению. Он попал в коммунистический отряд Жана Франсуа Каллара, если я правильно произнес имя. Надеюсь, правильно. В партизанском отряде Алексей Девяткин служил разведчиком. У него были прекрасные технические навыки. Мы знаем, что он помог отряду угнать два немецких автомобиля. Он участвовал в разрушении и подрыве мостов на птелу немцев, в нападении на воинский эшелон. Нападали они на патрули в коммунильерную. И самый яркий эпизод, конечно же, это его последний бой. Случилось это в августе 1944 года, когда, как мы знаем, началась такая активная фаза борьбы с немцами во всей Европе. Это уже выход из войны Италии, высадка американцев и англичан в Нормандии. То есть самые жаркие бои лета 1944 года. В августе 1944 года, выходя с остатками партизанского отряда Жана Каллара из окруженного немецкими войсками района, Алексей Девяткин был направлен на разведку в поселок Эрия. Группа прикрытия осталась в засаде на окраине поселка. Алексей Девяткин еще на подходе опознал фашистский осведомитель и известил комендатуру. На главном перекрестке поселка у катарической часовни Святого Доната, я, кстати, находил ее фотографии в интернете, Алексея окружили немецкие солдаты во главе с дистаповским офицером, навели автомат и приказали Алексею поднять руки вверх. Алексей Девяткин в ответ выхватил револьвер и стал стрелять по немцам. Немцы открыли ответный огонь, но из-за того, что они стояли вокруг Алексея, то попадали и друг в друга. Мы вас слушаем, Григорий Геннадьевич. Алексей был, конечно же, ранен больше всех, окровавленного Алексея затащили в кафе, облили водой, и когда Алексей открыл глаза, гестаповский офицер закричал, сколько людей в вашем отряде. Алексей смог ответить «Через минуту сам видишь и сам посчитаешь». После этих слов офицер гестапова выпустил ему в голову всю обойну. В это же время в поселок ворвалась группа прикрытия, немцы бросились к грузовому автомобилю и бежали из поселка. Алексея похоронили на кладбище соседнего поселка Вилет. Как утверждали советские историки Щербаков и Бабуев, первоначально на его могиле была установлена красная звезда, которую изготовили местные жители. В настоящее время мы видим, что теперь на его могиле находится большое каменное надгробие. Другой герой нашей истории, Иван Кульков, родился в селе Дубовый Умед в 1923 году. О Иване сохранилось большое количество воспоминаний и документов, которые собрал музей села Дубовый Умед. И я очень рад видеть сегодня здесь директор этого музея Елену Гундорину. Иван Кульков с детства мечтал о небе. Не закончив школы в 10 классе в 1940 году, он поступил в аэроклуб. И после аэроклуба стал учиться в училище гражданской авиации. У нас есть его фотография перед самой войной, где он в мундиле гражданского курсанта. В 1942 году его курс срочно перебросили по Старинград, где Иван... Я прошу прощения, Григорий Геннадьевич, можно сделать небольшую паузу? Произошла проблема с дорожками звуковыми. Сейчас мы восстановим французский перевод. Две секунды. Коллеги, можем продолжать? Коллеги, переводчики, можем продолжать? Коллеги, скажите, пожалуйста, по-французски, если мы можем продолжать. Извините, прошу прощения, небольшая проблема. Очень хорошо, можем продолжать. В 1942 году курс, на котором учился Иван Кульков, в срочном порядке перебросили под Старинград в самые критические моменты боев за город. И вот здесь у нас начинаются некоторые нестыковки в его биографии. Как говорил сам Иван Кульков, он служил воздушным стрелком на бомбардировщике. Однако, согласно советским документам о потерях, воевал Иван в пехоте, рядовым. А согласно сведениям из немецких контрационных лагерей, Иван Кульков был сержантом в пехотном полку. Как нам видится, связано это с тем, что Ивана часто переводили из лагерей из-за того, что он совершал побеги. После побегов его жестоко наказывали. Мы знаем, что его сепли плетьми. И, видимо, Иван постоянно назывался кем-то другим. И еще хочу остановиться на одном моменте, связанном со Сталинградом. Да, о котором мы уже говорили. Они однократно упоминали эту битву при Сталинграде. Всего, как я говорил, из Куйбышевской области призвали в армию более 500 тысяч человек. 235 тысяч человек погибли. Большинство куйбышевцев служили в 21-й армии. Именно эта армия наносила решающий удар по группировке Машера Пауруса под Сталинградом. Именно эта армия закончила разгром фашистской армии под Сталинградом. И именно она понесла колоссальное число потерь. Вот в эти потери и попал Иван Кульков. Неоднократно совершал побеги. В итоге он был направлен на бельгийскую шахту Винтерслаг. Отходу он снова бежал, был пойман, избит плетьми и брошен посредине лагеря умирать. Однако он не умер, очнулся. И при помощи одного из заключенных, Дмитрия Дремлюка, который также потом станет партизаном в бельгийском сопротивлении, он смог заползти в барак для заключенных. Дмитрий разработал план побега. И когда Иван окреп, они с ним вместе бежали из лагеря. После долгих мытарств в Орденах, Иван Кульков и Дмитрий Дремлюк попытались проехать на поезде без билета. И попались на глаза как раз машинисту поезда Жозефа Перрону. Извините, но мы не будем проехать на tradу. Вопрос? Снова проблема с переводом, похоже. На каком месте я остановился? Про то, что вы рассказывали про машиниста поезда Жозефа Перрону. Это уже перевели, да? Боюсь, что нет. Секунду. С какого момента мне лучше начать? Я думаю, что вот с этого надо его повторить. Продолжаем? Когда они пытались проехать без билета на поезде, они познакомились с Жозефом Перроном. Он их привел в местный штаб сопротивления и познакомил с Жаном Каларом. В этом же отряде Иван Кульков встретился со своим земляком Алексеем Девятым. Мне кажется, это удивительное сечение обстоятельств. При таких поворотах судьбы встретить в далекой стороне своего земляка и оказаться с ним в одном партизанском отряде. Иван Кульков горел желанием отомстить фашистам за все мучения, которые они ему причинили. И он вызывался на все самые опасные задания отряда. Он участвовал в нападении на немецкую комендатуру в одном из поселков провинции Дельна. Причем удачное было нападение. Они уничтожили небольшой немецкий гарнизон. После этого Кульков участвовал в нападении на охрану прожекторов у водохранилища городка Камблен-Упон. При этом нападение Иван Кульков ножом зарезал часового немецкого, после чего партизаны смогли испортить и вывести из строя зенитные прожектора немцев. Погибший Иван Кульков в бою на железнодорожной станции Труапон. Партизаны проходили через станцию ночью. И им надо было разведать, находятся ли немцы на железнодорожной станции. Потому что около станции находилась как раз немецкая комендатура. Шел снег, была очень плохая видимость. И Кульков первый зашел в здание проверить, нет ли там немцев. Как только он зашел в здание, раздались выстрелы. Началась перестрелка внутри здания. Бельгийские партизаны боялись бросать гранаты в окна. Так как там находился Кульков, они просто стреляли по окнам. И через какое-то время Кульков смог добежать до двери и выпасть обратно на улицу. Но он был весь изранен. Он получил очень много ранений. Истекал кровью. Кулькова донесли до автомобиля партизан, где ждал хирург. Хирург перевязал Кулькова. Иван пришел в сознание. Даже что-то говорил по-русски. Бельгийской медсестре. И когда его уже транспортировали обратно в отряд, никто не заметил, как Иван умер. И дальше у нас трогательная история про мать Ивана Кулькова. Мать Ивана Кулькова, Анна Гавриловна, она всю жизнь прожила в селе Дубовый мед. И всю жизнь ждала своего сына. Потому что она получила известие о том, что Иван пропал без вести. То есть она получила ни похоронку, ни сообщение о том, что он попал в плен или ранен, а просто пропал без вести. И его мать не знала судьбы своего сына, продолжала его ждать годы спустя после войны. И вот в 1960-е годы с помощью коммунистической партии Бельгии, а также Дмитрия Дремлюка, который выжил в этой войне, Анну Гавриловну разыскали и ей вручили письма Ивана Кулькова, который писал эти письма, находясь в отряде к Бельгии. И, естественно, эти письма некому и некуда было тогда отправлять. И вот в 1960-е годы Анна Гавриловна получила главную радость в своей жизни – письма своего давно погибшего сына. В настоящее время в селе Дубовый мед в музее существует большая экспозиция, посвященная Второй мировой войне. И очень видное место там занимает история Ивана Кулькова. А в селе Владимировка установлена памятная доска в память об Алексея Девятых. Завершая свое выступление, я хочу ответить на вопрос, который прозвучал от бельгийских коллег в пятницу. Знают ли в России о бельгийском сопротивлении? Конечно же, знают, мы это помним и относимся к бельгийскому сопротивлению с большим уважением. И, как обещал, я разыскал советский фильм, где косвенно упоминается бельгийское сопротивление. Я сейчас в чат напишу название этого фильма. Фильм дублирован на французский язык в 50-е годы. Фильм называется «Город зажигает огни». Действие происходит в 45-м году, осенью 1945 года. Молодежь возвращается из армии, и бывшие солдаты поступают в институт, они хотят учиться. И вот группа бывших солдат поступает на архитектурный факультет в Москве, и на одном из первых занятий им показывают мосты в Западной Европе, во Франции и Бельгии. И неожиданно один из этих солдат узнает мост, который он взорвал, когда сражался с сопротивлением. Еще раз повторюсь, фильм называется «Город зажигает огни». На этом завершаю. Надеюсь, что в следующей докладчике сообщат вам намного больше интересной информации. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. В первую очередь различают сопротивление в Западной Европе и в Восточной Европе, как, например, в Польше. Потому что, как мы знаем, в Восточной Европе и в Западной Европе сопротивление все-таки носило немного разный характер. И также совершенно в отдельную группу выделяют югославских партизан, которые сражались с фашистами на протяжении всего периода оккупации Югославии и внесли очень тяжелые потери. И там были большие бои. Про западное сопротивление, в первую очередь французское и бельгийское, знаем. Про него также упоминались... Это сопротивление упоминалось в советских фильмах. Например, есть очень популярный советский сериал «Семнадцатом мгновении весны». Там неоднократно упоминаются бойцы и немецкого сопротивления, и французского, и бельгийского сопротивления. К тому же, как мы знаем, и в бельгийском, и во французском сопротивлении принимали участие коммунисты в Франции и Бельгии. А Советский Союз поддерживал всячески эти коммунистические партии. Поэтому для советского человека, не было никаким секретом, не было никакой тайны о том, что и в Бельгии, и во Франции продолжали сражаться после оккупации экстракта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, или русский, или советский, мы не поднимаем на то, что мы не поднимаем. Рассказывается очень трудно изучать. Почему? Потому что, когда мы изучаем тот или иной группы, мы не сильно интересуем их композиции. Если мы говорим, что у них были русские, или у них был surnом, который был Попов, или у них был номер русский, но мы не знали его, что это не очень трудно. У нас есть конфидент, после того, как иначе, потому что, конечно, на Сибирь, не забывая, что мы не получаем наружу, но не говорим, что сегодня, 3 июня, что человек на этом месте может быть в этом месте. Это, конечно, абсолютно непосредственно, и очень опасно. Так что, это очень часто, как иначе, что мы говорим, что мы говорим, что мы говорим, что русские, которые русские, встроенные книги. С книг, с рецидентом войне, сувениры вurdал в книгу конфидентual и учебные исследования и очень, очень, очень очень кстати, мы можем encontrar некоторые меры из истории. Я искал, который из Эсабель Понсар в национале 90 в Университете Лиежея, когда она обозрится в виде софт executов в группе в России в городе Примеции и в городе в愛 Lucy royal. И я посчитал, и я сразу рекомендую М. Легран, в той момент либо в Prinzip «Мóир, un mémoire sorti à la Sorbonne sur la situation en France » Par une personne, une étudiante russophone Qui a étudié la résistance et la collaboration des Soviétiques en France Pendant la Seconde Guerre mondiale Alors il serait évidemment intéressant d'avoir une histoire parallèle Un peu ce que l'on fait aujourd'hui avec des collaborateurs venus de Russie Et la barrière de la langue et surtout l'accessibilité des archives ex-soviétiques A rendu ce travail-là en tous les cas très très difficile Alors si on se penche au 22 juin 1941 Le début de l'opération Barbarossa et de l'invasion du RSS Pour rappeler ce que M. Van der Wilde a dit tantôt Les communistes belges sont déliés de leur respect du pacte de non-agression Qui avait été signé entre les Allemands et les Soviétiques Ils sont déliés et vont venir grossir les rangs de la résistance Dans ces communistes, on trouve énormément d'idéalistes Et des gens qui ont déjà été aguerris, aguerris où ? Notamment lors de la guerre d'Espagne Il y a des gens, des anciens de la guerre d'Espagne Qui sont revenus en Belgique, qui sont communistes Et qui vont intégrer les rangs de la résistance Alors certains idéalistes avaient déjà intégré cette résistance Avant le 22 juin 1941 On a évoqué tantôt la personnalité de Jean Collard Qui est idéaliste Jean Collard, dès le mois de mai 1941 Dans la région de Spa, il organise un réseau de résistance Ça devient beaucoup trop dangereux pour lui là-bas Pour des raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas Il arrive à Eria chez un certain Marcel Bastin Et là, il fonde une compagnie de partisans armés De l'armée belge des partisans Avec plusieurs belges et des soviétiques Et le fameux Koulyakov ou Koulyakov En fonction de certaines sources Qui sera tué à trois ponts Et dont la mémoire a été évoquée précédemment La résistance existe avant le 22 juin 1941 Le premier agent de renseignement Le premier résistant agent de renseignement Parachuté en Belgique C'est en octobre 1940 C'est Constant Martini Donc il y a une résistance qui s'organise Mais à partir du moment où l'invasion du RSS va être effective On va voir une progression dans cette résistance Quelques chiffres Entre mai 1940 et mars 1941 On enregistre 420 actes de sabotage en Belgique C'est principalement des coupures de fil électrique Ou de téléphone Ce qui représente environ un par jour Après Barbarossa On augmente Puisqu'on a 90 actes de sabotage en juillet On passe à 100 au mois d'août On passe à 124 au mois de septembre Et on arrive à une moyenne à la fin de l'année De trois par jour Donc entre la première année de guerre Et les mois qui suivent l'invasion de l'Union soviétique On a triplé les actes de sabotage en Belgique Alors on ne peut pas dire que tous les actes Sont imputables aux communistes Mais en tous les cas Il y a une grande partie Et il y a un effet psychologique Qui a joué avec cette entrée en guerre De l'Union soviétique et de l'Allemagne La politique de répression allemande Va elle aussi s'intensifier Et là je renvoie au premier exposé Notamment sur les cas précis Au fort de Brendon Les partisans armés Est un groupe de résistance Qui est fondé par le Parti communiste belge Et notons que le Parti communiste belge Va être le seul parti à entrer totalement en résistance Et être à la base d'un fait qui est unique Pendant la Seconde Guerre mondiale C'est la grève des 100 000 en 1941 Juste avant l'entrée en guerre de l'Allemagne Et de l'URSS On va bloquer les mines en Wallonie Et les Allemands seront obligés De consentir à une augmentation de salaire C'est quelque chose de très très particulier Alors cette invasion de l'URSS en 1941 Va amener de nombreux prisonniers de guerre Depuis 1929 Les prisonniers de guerre Ont un statut Qui a été coulé Dans les conventions de Genève Mais l'URSS n'a pas ratifié Ces conventions Mais n'a pas signé Donc on a des traitements Et ça a été rappelé aussi Inhumains Qui sont donnés à ces prisonniers Alors ces prisonniers sont envoyés À l'ouest Notamment dans les mines du Limbourg-Chile Ça n'est pas neuf Pendant la Première Guerre mondiale On a déjà des prisonniers de guerre russes Qui viennent travailler Dans la région notamment de Vielsalm Ce n'est pas très très loin De Trois-Ponts Qui vont être là Soumis à un travail forcé Pour la construction d'une ligne de chemin de fer Et on a en Belgique De nombreuses croix des Russes Qui remontent à la Première Guerre mondiale Où des Russes ont été exécutés Ou sont morts Dans des conditions atroces Dans l'entre-deux-guerres On a également Un afflux Une émigration De Russes Qui fuient le régime bolchevique Alors un des plus connus Même s'il est né à Varsovie Mais Varsovie a été Territoire russe Avant la Première Guerre mondiale Mais c'est le fameux Vulcanologue Arun Taziev Il arrive en Belgique Dans les années 1920 Il fera la Deuxième Guerre mondiale La campagne des 18 jours Que les Belges connaissent Sous l'uniforme des chasseurs ardennés Et il fera de la résistance Dans les partisans armés De la région des Ouai Qui est un groupe d'obédience communiste Comme quoi Vous voyez que l'un n'empêche pas l'autre L'invasion de l'URSS Pour ces gens-là Est prise de deux façons différentes D'un côté Certains disent On va peut-être revenir Un ancien régime C'est un retour d'avant la révolution Mais la majorité Se consacreront A la défense de la patrie Et la défense de la patrie Ils la feront également Via la résistance belge Si on prend Le groupe Bill Qui est un groupe de résistance Qui a eu des actions Dans la région de Lierneu Et Troipon Les premiers prisonniers De guerre soviétique Arrivent au printemps 1943 Et se sont évadés D'un camp de Cologne Alors leur itinéraire Il est assez connu Ils ont été recueillis À la frontière belge Ils ont ensuite été dirigés Vers Ewa et puis Chevron Ils vont être Aidés par des fermiers locaux Et ils arriveront Dans les rangs de la résistance Une filière S'est mise en place Du Limbourg belge Vers la région De Manet Troipon Lierneu Elle vient aussi D'autres mines Et d'autres régions hollandaises Et elle a été fondée Par des personnes Qui travaillent notamment Au charbonnage de Beringon Mais qui connaissent Très très bien la région Pourquoi ? Parce qu'ils sont nés Pour eux en tous les cas En Famen Et la Famen et l'Ardenne Sont très très proches Alors comment est-ce que Ces prisonniers De guerre soviétique S'évadent ? On a un peu Un catalogue De la méthodologie Qui a été faite Les évasions Se font le samedi soir Alors pourquoi Le samedi soir ? Tout simplement Parce que Les rondes Des soldats allemands Sont beaucoup plus espacées Ça laisse beaucoup plus De temps aux prisonniers Et puis sont convoyés On peut s'interroger Sur le sujet De la langue Évidemment C'est pas évident De pouvoir communiquer Et le groupe Bill A la chance Lors d'une opération En août 1944 Et certains partisans belges Diront qu'ils parlent Le petit russe Une allusion au petit nègre C'est-à-dire une langue Qui n'est pas tout à fait Académique Mais qui est compréhensible Par l'un et l'autre En tous les cas On sait ce qu'on prend Le réseau de Beringen Que je viens d'évoquer Il est démantelé en 1944 Suite à la prise D'un maquis En Ardenne À Ard Dans la commune de Manet Pas très très loin De Lierneux Le maquis est dénoncé Par un Belge Qui sera d'ailleurs Exécuté après-guerre Et les combats Se déroulent du 26 Au 29 février 1944 Dans ce maquis Il y a une vingtaine De Russes Mais il y a également Un Yougoslav Des Polonais Même des aviateurs américains Plusieurs maquisards Sont tués D'autres sont arrêtés Alors là On ne sait pas exactement Parce que les récifs Font état de l'arrestation D'un Russe Qui aura parlé Avant d'être exécuté À la citadelle Suite à des tortures D'autres évoquent Que ce Russe Est tué Lors des combats On ne sait pas En tous les cas Le réseau De Beringon Est grillé Et les maquisards Qui parviennent À s'échapper Notamment les Russes Vont être redispatchés Donc repartagés Entre les différents Réseaux de maquis Qui sont là D'ailleurs Un des maquisards Dans notre réseau Dira Ça nous a apporté Énormément De soucis logistiques Pourquoi ? Parce qu'il faut nourrir Ces personnes-là Mais en tous les cas Ça nous a apporté Un apport d'hommes considérable Il souligne Que ces hommes-là Étaient des hommes De valeur On retrouve Ces soviétiques Dans les différents Axes de la résistance Je ne vais pas Les repasser en revue Ça a été fait Beaucoup mieux Que je ne pourrais Par mon collègue Olivier Vanderwilt Au début De cette conférence Mais on retrouve Ces Russes Principalement Dans des actions De guérilla Alors si On passe Quelques actions De guérilla Qui ont eu lieu Dans la région De Trois-Ponts Et de Lierneux Pardon En septembre 1944 On est à la libération Bruxelles est libérée Le 3 septembre La région Ardennes Est libérée Vers le 9-10 septembre On a énormément D'accrochage Entre des groupes De résistance Avec des soviétiques Et des troupes allemandes A Ard Par exemple On a un soviétique Qui est blessé Par deux balles Le 2 septembre Le 3 septembre Le groupe Bill Fait plusieurs prisonniers Du ROA Donc de l'armée De libération russe J'y reviendrai Un peu plus Ils passent devant Un conseil de guerre Ils sont exécutés Un autre conseil de guerre Aura lieu À Ewaï À la même période Où là Ce sont 17 ROA Qui seront condamnés À mort Et exécutés Par un conseil de guerre Composé de trois partisans Soviétiques Et de deux Belges Et un de ces deux Belges Dira Raisonner un problème Slav Avec une arme européenne N'est pas possible Pour nous Le 4 septembre On a des combats À Villettes On a de nombreux combats Le 5 Dans la région Notamment à Brassurlienne Le lendemain Suite à une action Menée par un Russe Surnommé Jenka Mais on n'a pas Son identité Réel Il semble que ça soit Un surnom Il y a des représailles Dans le village De Brassurlienne Un monument A été inauguré Il y a quelques années Maintenant Et le lendemain Encore de nouvelles représailles Dans la région De Manet Suite à ces actions Des colonnes Avec des ROA Donc l'armée de libération Russe Vont participer À des massacres Dans la région Notamment le fameux Massacre de Basse-Bodeux Commune de Trois-Ponts Où on va exécuter Plusieurs habitants De la localité Sept noms Sont sur le monument Et rappel Ce fait tragique Donc ce sont des Russes Des personnes De l'Union soviétique En tous les cas Qui travaillent Avec l'armée allemande À cette période Alors on va avoir Dans notre région La particularité De constater Des combats De Russes Et de Soviétiques À distance Puisque d'un côté On a des Soviétiques Qui se battent Dans les rangs Des partisans Et de l'autre Qui se battent Dans les ROA Donc l'armée de libération russe Parfois Dans les sources On parle de POA Ou de l'armée Vlasov Alors il faut faire Attention Puisque l'armée Vlasov Stricto sensu Elle ne sera effective Qu'en automne 1944 Mais c'est un terme Générique Qui veut tout simplement Signifier Que ce sont Des soviétiques Des russes Des caucasiens Des ukrainiens Des géorgiens Qui se battent Aux côtés De l'armée allemande Alors de façon volontaire Ou pas Il y a des personnes Qui ont été Obligées De travailler Entre guillemets Pour ces unités Et c'est ce qu'on appelle Les hostbataillons Les bataillons de l'Est Qui étaient Employés À la base Comme troupes d'occupation Pourquoi ? Tout simplement Les allemands Qui occupaient la Belgique Allaient combattre Au front de l'Est Et il fallait bien entendu Des armées supplétives ici Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a envoyé Ces bataillons-là Ces bataillons de l'Est Ici en Europe On en retrouve Dans le mur de l'Atlantique On en retrouve en Belgique Et on en retrouve Notamment encore Lors de la fameuse Bataille des Ardennes De décembre à fin janvier De décembre 1944 À fin janvier 1945 Notamment dans la région De Foss-sur-Salme Comme une de Trois-Ponts Mais également de Grand-Aleu Comme une de Vielle-Salme Ce sont des troupes De Vlasov Qui défendent Certaines poches De résistance On épinglera Et je vais en terminer Avant mes conclusions Là-dessus aussi Le rôle De bouc émissaire Qu'on a Accordé aux Russes Puisqu'il faut savoir Que dans certains cas La résistance A parfois commis Des exactions Qui n'étaient pas Tout à fait légitimes S'apparentant parfois À du banditisme Et certaines fois Ce n'était même Pas de la résistance Et bien le bouc émissaire Tout trouvé dans les enquêtes D'après-guerre C'était le Russe Qui était dans le camp Alors ce Russe-là Où il avait été tué Quelques jours après Par les Allemands On en a quelques exemples Où il avait disparu De la circulation Donc c'était une belle façon Pour certains De se dédouaner Parce que sur des cas Et là non plus Je ne m'étendrai pas Sur des cas particuliers On voit bien Que ce ne sont pas Les Russes incriminés Qui ont commis Certains crimes Mais bien des Belges Et en tous les cas Dans les dépositions Après-guerre On dira que ce sont Ce sont ces Russes Je m'en voudrais aussi De ne pas évoquer Le sort des prisonniers De guerre Tués Lors de travaux Érintants dans le pays Que ce soit dans les mines Mais aussi lors de la catastrophe De Marlois Marlois c'est un village Un nœud ferroviaire Près de la ville De Marchand-Famen Qui a été attaqué En même 1944 Par les alliés Un bombardement Qui a fait exploser Un train de munitions Et les gens Qui étaient commis Pour décharger ce train Et évacuer les munitions Étaient des Russes En majorité Et là Aucune étude On sait qu'il y avait des Russes Mais aucune étude Aucun relevé Non En tous les cas Ne nous est parvenu Si certains Russes Soviétiques Ont choisi Le camp Je vais dire De la résistance D'autres Ont choisi Le camp De l'Allemagne Pas seulement Au niveau Des POA Puisqu'on aura 35 Russes Qui devront Répondre Devant les conseils De guerre belge En francophonie belge En tous les cas Après guerre Notamment Certains Qui infiltraient Des camps de résistants Et qui les donnaient Ensuite aux Allemands J'en arrive A mes conclusions Et je suis désolé D'avoir été un peu plus long Que ce qui n'était prévu De quelques minutes Pour rappeler Que c'est un phénomène Qui est méconnu Du grand public Et qui fait pourtant Partie de notre histoire commune Et je pense que c'est le sens De la journée d'aujourd'hui Et on ne peut que s'en féliciter D'un côté comme de l'autre Que ce soit du côté russe Comme du côté belge Ce sont des histoires Singulières Et ces histoires On renotera toujours Que ces russes Étaient qualifiés De téméraires De vaillants En tous les cas D'une ardeur au combat Sans nul autre Le combat Loin de l'URSS Entre des partisans Et des ROA Que j'ai évoqué Pendant ces quelques minutes Et si cette histoire A été peu étudiée Par les historiens De façon exhaustive Elle mériterait Et là j'en reprend Les traits De mes traits Des cesseurs Des études scientifiques Beaucoup plus poussées Des études scientifiques Qui devraient déboucher Sur de la vulgarisation Parce que Comme on le disait tantôt L'enseignement Est sans doute Un des meilleurs Vecteurs Pour lutter Contre l'extrême droite Et tous les mouvements Extrêmes par ailleurs Je vous remercie De votre attention À toutes et tous Et je me tiens à votre disposition Pour d'éventuelles questions Merci beaucoup Je veux dire que la résistance De nos devoirs Vis-à-vis de toutes ces personnes Qui ont fait partie De cette résistance Et grâce à qui Notre pays On retrouvait la liberté Mais la moindre De nos devoirs Et ne pas les oublier Et aussi Comme le disait M. Baudelaire De en faire profiter La jeune génération Que eux sachent aussi Comment nous vivons Dans cette liberté Je vous remercie à tous Et je vous laisse la parole A Mme Gounina Merci beaucoup 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 Merci à nos speakers Et aux выступающим Historiques Nous maintenant Concernons Premio Nous vous dat Ihre Premio Nous ne pouvons Nous ne pouvons smiled Lawcompagnir Parce que Vez Et nous Nous hariam Nous sabrçons Sabana Les Region Samar Kro komplettes Mod medida Nous и организовывать следующую сессию, посвященную историческим исследованиям и поисковым отрядам. Я представляю Ольгу Юрьевну Зеленкину, начальника, руководителя управления международного сотрудничества администрации губернатора Самарской области. И я знаю, что у нее есть вопросы к докладчикам, но, наверное, Ольга Юрьевна начнет совсем с другого эту нашу сессию, поскольку у нас есть замечательная молодая составляющая, молодежная составляющая, и сейчас мы хотели бы дать слово именно им, которые ждут своего часа, своей очереди. Да, спасибо, Вера Георгиевна. Все нормально, меня слышно, хорошо? Большое спасибо, Вера Георгиевна. Действительно, сегодня многие докладчики неоднократно говорили о том, как важно рассказывать о войне именно молодежи, молодым людям, потому что за ними будущее. И у нас сегодня есть специальные гости. Это представители поискового отряда «Патриот Копенгаген». Чем этот отряд интересен? То, что он создан его руководителем Еленой Евгеньевной Наумовой при посольской школе Российской Федерации в Копенгагене. И мне очень приятно сейчас передать им слово, потому что эти бойцы этого отряда, они очень мужественно слушали вот эти вот серьезные рассуждения взрослых людей. И у них тоже есть что сказать на эту тему о том, как они работают над восстановлением имен тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. Елена Евгеньевна, слышите нас? Да, конечно, мы слышим вас. Спасибо большое. Спасибо за отмечения. Ну что вы, нам очень понравилось. Сейчас мы включим нашу видео программу и попробуем, получится у нас элитный. Так, я иду, слышу. А где демонстрация экрана? Верни. Нет. Не то. Надо свернуть все. Вот демонстрация. Демонстрация экрана. Извините, пожалуйста. Мы сейчас... Это я не умею. Так. Что я делаю? Все, спасибо, мои дети мне помогли. Так, я иду теперь. Умлайн-презентация, правильно? Нет. Итак, опа. Итак, Санечка, пожалуйста. Самым ярким событием, связанным с территорией дальних годов Второй мировой войны, является освобождение советскими войсками острова Тольма в мае 1945 года. История этого десанта крайне плохо освещена в источниках, и вокруг нее ходят масса сопроводных пьян и пиратур. Па годы назад в нашей школе предпоследствия России в Дании был организован поисковый отряд. Основной задачей отряда стало детальное изучение их год-фактов, связанных с Бург-Польмой. В первую очередь нас заинтересовало наличие на Бург-Польме мемориального советского кладбища и память, на котором начертаны имена все погибших советских солдат. Результатом изучения документов базы данных память народа стало дополнение списка погибших войнов в создании книги память, в которой значатся 182 имя. Практически каждое имя имеет и одно документальное подтверждение. Открывая все больше фактов о тех давних событиях, мы начали вести своего рода дневник, публиковали статьи на нашем школьном сайте. В этих работах мы рассказывали о войнах, пишет на Бург-Польме, и об истории высадки и перечествовавших ей событий. При этом мы изучали и датские источники, многие воспоминали. К сожалению, многие современные акты, занимающиеся этой темой, опираются в основном именно на датские издания. Мы уже убедились в их неточности, изучая документы военного архива России. Накопив определенный объем материалов, мы сделали первую выставку, адресованную главным образом учителям и учащимся нашей школы. Выставка вызвала большие интересы, была показана сотрудникам посольства. Вслед за этим руководство посольства предложило нам расширить объем выставленных документов, подготовить стенды для показа на Бург-Польме. Вторую выставку в составе 12 стендеров с материалами о советских войнах, советскими и датскими документах. Выставка представлена на датском языке с приложенными текстами на русском и английском. Она с 5 апреля, в настоящее время, демонстрируется на Бург-Польме. Ребята-происковики ведут активную переписку с российскими организациями, поисков родственников солдат, а также материалов о будущем и датске после войны. Каждый полученный нами ответственно мобилирует нас на новые поиски, даже если он негативный. О многих солдатах, отбившихся в последнем дистанте электричественные, семьи так и не получили похоронки. А некоторых вообще не удалось найти дополнительные документы. Когда мы начинали поиски, мы даже не предполагали, насколько глубоко мы сможем хранить эту систему. Затем мы вышли на очень серьезный, взрослый год. Начали публиковать статьи в журнале «Русский век» и записывали свой контакт в страничку ВКонтакте. Как наш поисковый отряд работает в нестандартном футболе, нам приходится на ходу вырабатывать порядок действий. Мы сделали шагон запроса, которым может самостоятельно воспользоваться даже наш самый маленький поисковик, 30-классик. Собранных материалов уже достаточно, чтобы сделать виртуальный школьный музей. Этим мы собираемся заняться в дальнейшем. Наше самое большое желание, чтобы о войнах, освобождающих Бург-Коль, знали как можно больше людей, чтобы их помнили благодарностью и гордостью. Спасибо за внимание. Елена Евгеньевна, будут еще выступающие? Нет, мы уложились пять минут, которые нас ждали. Спасибо, спасибо вам большое. Ну вот, естественно, меня сейчас тоже напрямую спрашивают, в общем-то, при чем здесь Дания. Но мне кажется, что если мы говорим о сохранении исторической памяти, здесь нам как никогда важно вот эта работа с молодежью. И то, что вот эти замечательные молодые люди, которых мы сейчас видим на экране, посвящают этому свое свободное время и отдаются этому с таким желанием, с таким интересом. И мне кажется, что, во-первых, они большие молодцы и могут служить хорошим примером для других, для тех, кто тоже присутствует сегодня здесь на этой видеоконференции. А с другой стороны, это, конечно, большая заслуга их руководителей, Елены Евгеньевны, которая смогла найти правильные слова, которые иногда так сложно найти, объяснить. Почему вот эта работа так важна? И объяснить очень трудно именно молодым, потому что это те дети, которые уже давно живут без войны. Нас, людей постарше, воспитывали ветераны, которых сейчас остается все меньше и меньше. Поэтому большое спасибо Елене Евгеньевне, и ее замечательным ученикам, бойцам этого поискового отряда, которые делают очень большое и хорошее дело. Спасибо, ребята. Самый маленький наш поисковик недавно отправил запрос в Самарскую область с просьбой помочь обнаружить данные на солдат, которые были признаны из Самарской областью. Спасибо вам. Большое спасибо. Все получили, по ним уже ведется работа, будем на связи. Пишите нам, если у кого-то еще будут какие-то находки, мы будем очень рады помочь. Большое спасибо. 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 Можно я прерву сессию, которая так интересно началась. Просто мне кажется, это чрезвычайно важный опыт, который можно было бы распространить не только на посольские школы. Во всех школах при посольстве, естественно, есть много информации о захоронениях на этой земле в стране, где работает посольство, но и на школы так называемые билингвальные, то есть на школы детей-соотечественников, которые действуют как ассоциации. И вот знакомство с такой историей своей страны в рамках другой страны, со своими соотечественниками, которые навоевали и погибли в годы Второй мировой войны на этой земле, это, мне кажется, было бы очень важно. Поэтому спасибо вам большое, Елена Евгеньевна и ее воспитанники, за этот замечательный опыт. Мы хотим знать о вас больше. Пожалуйста, присылайте нам больше информации. Мы ее обязательно распространим. Спасибо. Ну вот, хотел бы кратко еще немножечко сказать про нашу вторую сессию. Она будет посвящена, будет в той или иной мере касаться поисковой работы. Насколько вы уже поняли, замечательный отряд «Патриот Копенгаген» у нас уже выступил. Сейчас я хотела бы предоставить слово господину Кристиану Симону, президент военно-исторического общества «Исторический кружок унтер-офицеров уртамбле». Он познакомит нас с новыми моментами истории бельгийского сопротивления и о вкладе советских солдат в освобождение Бельгии от фашизма. господин Симон, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Субтитры создавал DimaTorzok и перевозить их в Голлитвии, где в Голлобе с réfugiаться, чтобы продолжать войну в древнейших войск, с помощью своих враждетов, с вами в бюджетной цепи, в сайте Великой Великой, в том числе и в среду организации, в том числе и власти. В связи с нами, наши спорты, в Великой Северной, судья в Голлобе, с противополам и бюджетами, в основном, великие противополамы, в Абиссини. Продолжение следует... 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 Дорога их армия, с 54 команды ДПА, партий с армией, багажей, материал руль, и их служебных средств самостоятельных прав, не решили сессию и продолжали автономить. Они избежали, в частности, в городе Форбак, который, в 5-6 годах, в Европе огромный хомажет. Они были потом присоединены в армии американских, и они были отправлены в армии французской, чтобы интегрировать органы отрожали. И это до конца войны. 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 И это до конца. И это до конца войны. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... La résistance ne s'est pas arrêtée avec la guerre. C'est une action qui doit être sans cesse renouvelée afin d'empêcher la bête immonde de relever la tête. Car ne nous leurrons pas, nombreux sont toujours les supporters de cette idéologie qui sont tapis dans l'ombre. Avant de clôturer mon intervention, je voudrais rappeler qu'en octobre 2019, j'avais reçu à combler M. Kinstein et Mugolevski, qui accompagnaient Mme Elan Esterenko, venus visiter notre exposition sur la Seconde Guerre mondiale. Suite à mon intervention en faveur de la mémoire des combattants russes de Lourdes-Tamblev, il m'avait été proposé de rentrer un projet de collaboration à un musée. J'ai donc commencé par rentrer le projet de jumelage et puis je me suis tourné vers le projet de création d'un musée. Donc, j'ai rentré un projet chiffré d'un musée de la résistance russe en Nour-Tamblev. J'ai également entamé des recherches et trouvé des bâtiments susceptibles d'abriter ce musée. Tout cela avait été renvoyé vers M. Kinstein par l'intervention de l'ambassade de la Fédération de Russie au royaume de Belgique. Si cela devait se concrétiser, je crois bon de rappeler que 2021 étant une année jubilaire pour la Russie, le fait de lancer officiellement ce projet par l'achat du dix bâtiments serait un superbe appel à l'ouverture entre nos deux peuples. Je terminerai par les mots d'Albert Einstein qui a dit un jour « Le monde est dangereux, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais surtout à cause de ceux qui les laissent faire ». C'est pour cela que nous devons sans cesse résister, afin que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, comme l'avait si bien chanté Barbara. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, monsieur Simon, pour votre expérience. Si vous avez des questions, peut-être que quelqu'un veut dire? Merci. 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 Lucie. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие коллеги. Очень приятно, что сегодняшняя наша встреча состоялась, и по большому счету мы уже, наверное, более 10 лет мечтали о такой работе, и она, наконец-то, начитая и продолжается. И я сегодня с радостью готова рассказать вам об этой истории, связанной и с Иваном Курковым, и о том, что продолжается на протяжении уже достаточно большого количества лет, в конце 50-х годов, потому что именно в конце 50-х годов вещь, которая пришла к нам в село Дубовый умер, об одном из жителей села, об Иване Куркове, который считался пропавшим без вести на тот момент, никаких сведений у него не было. Вдруг оказалось, что он не просто погиб в определенном месте, и это было уже важное сведение. Оказалось, что он был тщательным сопротивлением, оказалось, что он погиб в Бельгии, и оказалось, что, в общем-то, его жизнь, его судьбу, его военную судьбу можно считать геройской. И именно такой она и оказалась. И Иван Александрович Курков получил, история, связанная с ним, пришла к нам не случайно. Она пришла в село с помощью его друга Дмитрия Андреевича Дрембука, которому нужно дать очень большую честь и такой его гражданский подвиг и гражданское служение в памяти тех людей, с которыми он вместе воевал в Бельгии. Потому что именно его заслугами, сведения о наших жителях побывания в Куркове, Алексея Девяткина пришли к нам в Самарскую область, но не только о них. Я вот сегодня понимаю, занимаюсь исследованием, что он по возможности съездил и нашел у всех своих однополчан бельгийских, того он знал. И вот именно тогда в Дубовом Умете уже было сделано очень много. Его именем, именем Ивана Куркова был назван перевод. На доме, где жила семья Куркова, была основная мнояльная доска. Пионерская дружина в школе села Дубовый Мет на более чем пять десятилетий получила имя Ивана Куркова. И вот я сама была пионеркой когда-то именно в этой дружине имени Ивана Куркова. И был создан музей, в котором была оформлена экспозиция, ему посвященная. То есть вот тогда уже, именно в 60-е годы, эта история получила очень большое развитие и большое продвижение. Собственно, эта история бы не была забыта, потому что в школе была не просто вот увековечена память, а была, значит, очень большая активная работа с помощью того же Дринбюка, который неоднократно приезжал к Село, попытка установить взаимодействие с бельгийскими партизанами, со всеми теми, кто знал Куркова. И учителем французского языка Раиса Матриевна Курочкина и впоследствии Пророкчук был организован клуб «Красная гвоздика» и налажен на переписку о дубовометке школьника с бельгийскими партизанами. Мы, как музей Волжского района, сразу после создания, в 2003 году, как бы подхватили эту историю и начали продолжать работу, связанную с сбором материалов о жизни и подвиге Ивана Куркова. Причем оказалось, что часть материалов, которые были собраны в 60-е годы, потеряны, и хотелось что-то восстановить, может быть, получить новые какие-то сведения. И вот уже 15 лет, как мы этим занимаемся. И нам повезло еще и в том, что не только мы, как сотрудники музея, были заинтересованы в сохранении сведений и в более новой информации, но и один из членов семьи Куркова, премианник Ивана Куркова, Визла Петрович Куркова, очень активно тоже занимался поиском сведений, и благодаря ему нам удалось очень много установить и получить очень много новых, таких очень неожиданных, современных информаций о том, что происходит у нас в России и, самое главное, что происходит в Бельгии. Мы вместе с ним смогли обобщить имеющиеся сведения о детстве и юности Куркова, о чеке его боевого пути. И постоянно работаем по поиску новых документов. Именно Владимир Петрович Курков более 10 лет назад сообщил посольству России в Бельгии об имеющейся могиле советского солдата Ивана Куркова в городе Трофон. Потому что на тот момент эта информация хранилась только, как оказалось, у одного перона и о тех, кто и в его семье, а сведений в посольстве не было. И благодаря этому информация об Иване появилась на сайте посольства. И на момент 20-летней давности могилу посещал только Жозеф Перрон со своими родственниками. И вот в этом году мы будем приятно осознавать, что 9 мая 2021 года, вот в этом году на могиле Ивана Куркова было торжественное возложение цветов с участием многочисленных гостей. Это большая заслуга всех наших друзей и коллег. Вот в последние годы мы журналистами наших самарских изданий, Волжское, Новкомсомольское, правда, телекомпания «Губерния» подготовили несколько материалов, которые возвращают нам сведения об Иване Куркове 50-60-х годов, для того, чтобы эта память не уходила, не забывалась, и чтобы современные читатели могли об этом помнить и знать. В 2015 году мы, сотрудники музея, инициировали акцию народного сбора средств на создание небольшой экспозиции, установки памятной доски трём нашим жителям села Дубовый Мёд, имеющим самые большие заслуги и самую интересную, наверное, историю боевого пути, в том числе, и Иван Курков тогда был одобрен как представитель вот такой памяти. И именно в 2015 году у нас в музее появилась информация и памятная доска, собранная на средства жителей села Дубовый Мёд. В музее постоянно проводим беседы, лекции, выставки, встречи, посвящённые Ивану Куркову. А вот в последние годы мы собирали материалы и готовили материалы для размещения на отдельной экспозиции, которая была открыта в 2020 году. Эта экспозиция получила название «Иван Александрович Курков. Возвращение» и рассказывает историю жизни и подвига Ивана Куркова и рассказывает историю о его друзьях и сослуживцах Ивана Избелья, сохранивших и сохраняющих памятник. На этой выставке постоянно идут экскурсии посетителей, и мы будем расширять информацию обязательно и работать дальше. Нам удалось встретиться с одноклассниками Ивана Куркова, Николаем Чудасовым и Константином Александровичем Мондориным. Они нам помогли узнать Ивана юношей, школьником. Также нам удалось собрать публикацию средств массовой информации в 50-х, 60-х, 70-х годах. И оказалось, что эти публикации были не только в нашей районной газете, эти публикации были во всех крупных изданиях Самарской губернии, в московских изданиях, в газете «Комсомольская правда». То есть вот на тот момент сведения о подвиге Ивана Куркова были распространены на весь Советский Союз. Вот настолько серьезно и основательно подошли люди, которые были связаны тогда с подвиговечиванием его памяти, к тому, чтобы эта судьба стала известна действительно всем жителям страны. Кроме этого, нам удалось узнать, что вот не только у нас в Самарской области, но и на родине Дмитрия Дреблюка, главное, его усилиями были подготовлены несколько публикаций, даже была написана документальная повесть, которая была опубликована, вот здесь мы сейчас видим Дмитрия Андреевича Дреблюка, и на его родине была в газете «Советский Армавель» в 1977 году вышла документальная повесть «Ордельный помнят героев», которая была вот написана по воспоминаниям Дмитрия Андреевича. Нужно отметить, что именно воспоминания Дмитрия Андреевича вот сегодня в основном являются основными документальными сведениями как о подвигах Ивана Куркова, так и о подвигах Алексея Девятого. И это замечательно, что как бы он смог тогда вот все это рассказать, запишать, прислать, и многократно рассказывал, писал, выступал с этими сведениями, практически не говоря о своем участии в основных операциях официального отряда, в основном говоря вот о своих соратниках. И вот в поисках этой документации, этих документов, нам помогли сегодняшние наши вот друзья, сотрудники одной из библиотек города Армавира. Обобщая историю сохранения памяти об Иване Курковой, сегодня еще раз хочется подтвердить, что это усилие многих людей. Я вот уже не раз упоминала друга и соратника Дмитрия Андреевича Древвука, который действительно принял огромное участие в информировании и семьи, и жителей села, и жителей действительно страны о том, что происходило в Бельгии, пусть в одном небольшом партизанском отряде. И это было очень важно, и тогда, и сейчас. А кроме этого, очень хочется сказать, что действительно это люди, которые занимались поисковой троеведческой работой в тогда 60-е годы, это школьники, учителя, это управление столкоза «Прогресс», которое размещалось в нашем селе Дубовый мед. Они действительно сделали очень много для того, чтобы эта память стала масштабной, потому что проводились митинги, была торжественная установка памятных досок, в первую очередь на доме Куркова. Это было сделано очень достойно, и это так, что жители нашего села все эти годы помнили и знали, кто такой Иван Курков, какие его заслуги и почему ему установлена памятная доска. В ходе нашей последней работы нам удалось установить, что не только в нашем школьном музее работа, связанная с урегаичной памятью Ивана Куркова, ввелась. Оказалось, что Раиса Тимофеевна Курочкина, которая переводила первые письма, посвященные Куркову, она переехала недалеко от нас в город Новокудруск и там продолжила эту работу. И именно к ней многократно Дмитрий Андреевич Дрюмбек приезжал в семью, жил, выступал там со школьниками, и в школьном музее, в котором она работала, очень активно занимался темой Ивана Куркова. И вот к несчастью, вот так происходит в нашей стране, что материалы, которые были собраны и в нашем школьном музее того периода, и в школьном музее школы номер 6 города Новокудрска, но большей частью на сегодняшний момент и утеряны. Есть надежда, что их удастся найти, но многие письма, которые приходили из Бельгии, не сохранились. Хотя частично в семье Радовчук сохранились документы, и вот благодаря им нам сегодня удалось узнать, что из Бельгии на тот момент пришло более 60 писем на письма, которые были написаны дубоуметскими школьниками. Ни одного письма на данный момент нам найти не удалось. Но в газете, по Сталинскому пути, газете нашего Волжского района, за 1960 год, вот от 19 февраля, удалось найти небольшую статью, в которой были опубликованы выдержки из части из этих писем. Это выдержки из писем Пьера Лаберера, Жозефа Мартина, Жозефа Лензинваля и Жозефа Перрона. Очень хочется каким-то образом связаться с потомками этих людей, понять, кто они, и это действительно такой для нас путь вперед в нашей активной работе. И вот сегодня мы перевели эти письма на французский язык и с помощью Веры Георгиевны, с помощью вас переправили в Бельгии. Очень хочется получить ответ, какой-то отклик, что действительно вот семьи этих людей живут в Бельгии сегодня, они есть, и мы получим как бы вот реальных людей за этими великолепными словами отзыва о бывании в Куркове. И благодаря интернету вот 10 лет назад первый учитель Владислава Викторовича Куркова, потом вот я подключилась вместе с ним к общению с Жозефом Перроном. То есть это был действительно большой подарок судьбы, когда мы говорили как бы всегда в прошедшем времени об этой истории, а оказалось, что Жозеф Перрон – это человек, который вот сохранил эту историю до сегодняшнего дня и сохраняет ее. И как он в разговоре с нами, он говорил, что вначале нас было много, тех, кто приходил на могилу Ивана Куркова. Вот последние годы я прихожу один, но сегодня вновь нас опять много. Это замечательно. И вот благодаря Перрону нам удалось как бы вернуть эту тему на такой современный лад. И мне очень отрадно понимать, что Перрону вот сегодня оказано, наверное, тоже такое очень достойное, благодарное уважение за ту работу, которую он вел вот достаточно как бы в одиночку со своей семьей. И именно Перрон всегда говорит о том, что Иван Курков – это его русский друг, его старший друг. И он сегодня нам в то время как бы дает такие определенные подарки, подарки своих воспоминаний, подарки из документов, хранических в его личном архиве. И я думаю, что взаимодействие с Перроном, оно очень важно. Несчастье, вот пандемия нам, конечно, не дает возможности лично встречать с Перроном, чтобы было бы замечательно. Но вот несколько лет назад у меня возникла такая идея, которая была поддержана тем, что было бы очень замечательно, чтобы вот кроме наших документальных поисков появился видеофильм, либо серия видеофильмов, рассказывающих о реальных участниках сопротивления с участием же Азека Перрона. Потому что вот он всего, и он, и его сестра, что вот мы как бы сегодня говорим больше о нем, но ведь вся семья Перронов принимала активное участие в сопротивлении. Они, будучи детьми, помогали, именно они провожали Куркова и Дремлюка и так далее. И они являются носителями памяти вот этой. Было бы замечательно, если вот такой бы фильм, репортаж появился сегодня. То есть таким образом мы смогли бы сегодняшние сведения сохранить для наших потомков уже с помощью современных средств массовой информации. И хочется подчеркнуть, что вот на данный момент мы сегодня ведем поиск взаимодействия с семьей Дмитрия Дремлюка. Я очень надеюсь, что нам это получится, потому что вот мы сегодня знаем, что как не так давно его внуки переехали в Москву, но в городе Армавир, в историко-риведческом музее, есть стенды, посвященные ему, есть материалы, посвященные ему. Я думаю, что нам это удастся как бы такое взаимодействие наладить и таким образом мы сможем как бы объединить еще несколько фамилий, потому что в документах Дремлюка нам сегодня удалось определить еще одно имя, которого не звучало раньше, пусть это не уроженец нашей Самарского, но очень важно, что Степанов, уроженец в Саратовской области, который был тоже очень дорог Дремлюку, и Дремлюк тоже работал вот с памятью, очень много сделали для того, чтобы память у человека тоже была сохранена. И как я понимаю, что Дремлюк сделал очень много для того, чтобы вообще как бы память каждого из тех, кого он знал, была сохранена, восстановлена. И вот то, что сегодня очень мало понимают наши ребята, когда мы им расстали, даже очень многие взрослые мало понимают, что вот когда человек возвращается из небытия, и с него снимался статус пропавшего без вести, что дело Дремлюк, это было очень важно, это очень было существенно, даже в большей степени существенно, чем признание каких-то геройских заслуг. И вот я заканчиваю свое выступление, хочу сказать огромное спасибо и вот им сегодня, ушедшим из этой жизни и всем тем, кто в Бельгии и у нас в России занимается сохранением и восстановлением памяти, связанной с Великой Отечественной войной. Спасибо большое, что это так. И вот я говорю очень благодарно всем коллегам, которые сегодня выступали. Спасибо. Большое спасибо, Елена Александровна, очень интересный такой эмоциональный у вас был рассказ. Я, наверное, сейчас ничего не буду говорить, я сразу дам слово Але Петровне, потому что она уже нас очень долго ждет. У ней есть рассказ о своем герое, о женце муниципального района Безенчукский. Алла Петровна, пожалуйста, а потом тогда я закончу. Сейчас я прошу прощения буквально секунду. Елена Александровна, спасибо вам большое. Мы все материалы получили и, конечно же, все это передаем Бельгийской стороне. Но ваш собеседник – это господин Легран. Я хочу вас представить друг другу. Вот господин Клод Легран и Елена Александровна. Извините, еще не выучила всех фамилий. Елена Александровна, вы партнеры и потенциальные, можете сделать потенциальные совместные исследования. Так что я обязательно всем передам ваши контакты и, соответственно, вам тоже. И будьте, пожалуйста, в контакте уже напрямую. Спасибо. Приветствуем всех участников конференции. Благодарим организаторов за участие в этом очень важном, значимом мероприятии и возможность поделиться своей поисковой работой. Если можно, нашу презентацию. Начало нашей поисковой истории положил визит депутата Государственной Думы Российской Федерации Александра Евсеевича Хинштейна в Бельгию в октябре 2019 года. В интернете появилась информация о захоронениях советских партизан, наших земляков, уроженцев Самарской области, один из которых Алексей Девяткин из села Владимировка Безенчукского района. Следующий слайд можно? Эта новость вызвала активный интерес. В похозяйственных книгах поселения Екатериновка, куда территориально входит Владимировка, удалось разыскать три семьи Девяткиных, в которых были мужчины с 1920-1923 годов рождения. Следующий слайд. На сайте «Память народа» информация о нашем партизане неоднозначно представлена, как и об Алексея Васильевича Девяткине погиб в Льерской провинции, так и об Алексея Яковлевича Девяткине, что усложнило задачу. По сведениям военного комиссариата, в списках призывников числились и Девяткин Алексей Яковлевич, и Девяткин Василий Яковлевич. Следующий слайд, пожалуйста. К началу нашей поисковой работы семьи Девяткиных расселились по разным населенным пунктам. К работе были подключены юноши и девушки, задача которых было отработать полученные нами списки, обойти все дома, где жили потомки семей Девяткиных. И в течение недели ребята опрашивали жителей об истории участника войны, пропавшего в безвести в 1941 году Алексея Девяткина. Узнавали о его матери Далле Васильевне, но все попытки были тщетны. Мы проанализировали переданные нам в центр списки и записи ребят и обратили внимание на упоминание имени Агавия Курамшина. Решили проверить, и вот оно, село Екатериновка, улица Фрунзе, дом 54. Курамшина Агавия Яковлевна. Предположили, что это может быть его сестра. По информации по хозяйственной книге, к сожалению, к тому времени нашего поиска, она уже умерла в 1993 году, но мы узнали, что она проживала с дочерью Чумановой Лидией Николаевной. Встал вопрос, где искать Лидию Николаевну. Дом 54 по улице Фрунзе продан в 2000 году, с тех пор владельцы поменялись дважды. На каждом этапе нашей поисковой работы, как будто невидимая рука Алексея направляла нас и к нам людей. Вся наша команда жила работой, делились дома, при встрече с друзьями, рассказывали коллегам. И это дало свои результаты. При одном таком разговоре мы выяснили, что муж Чумановой был водителем пансионата, он скончался два года назад. Подняли кадры, нашли его последний адрес регистрации. Так мы узнали о месте жительства Чумановой Лидии Николаевны. К встрече, конечно, готовились с волнением. А вдруг это не родственники Алексея Девяткина? Очень не хотелось терять надежду. Первым нашим вопросом при встрече с Лидией Николаевной был, знакома ли вам Дарья Девяткина. Ответ привел нас в восторг. Это моя бабушка, она меня вырастила, мама моей мамы Агафьи Яковлевны Девяткиной. В ответ на множество наших вопросов она нам рассказала. Когда ей было 7-8 лет, к бабушке, то есть Дарье Васильевне, приезжал мужчина по фамилии Дремлюк. Его фамилию она запомнила, потому что потом, на протяжении всей юности, во время встреч, только об этом и говорили. Он привез фотографии с места захоронения Алексея Девяткина. Потом фотография Дремлюка висела на стене до момента, пока они не продали дом в селе Владимировка. Он и рассказал бабушке, что ее сын не пропал без вести, а был в плену, попал в Бельгию, бежал из плена, пришел в партизанский отряд и погиб смертью храбрых. Следующий слайд, пожалуйста. Мы попросили показать место, где жила Дарья Васильевна с сыном Алексеем. Дом до сегодняшнего дня сохранился. Новый хозяин использует его под хозпостройку. Пока мы осматривали дом, вышла соседка с улицы напротив, который живет с самого детства в селе Владимировка. Она рассказала, что помнит эту историю об Алексее Девяткине от своей бабушки, подруги мамы Алексея. А в 60-х годах сама услышала по радио о том, что ее земляк Алексей Девяткин захоронен в королевстве Бельгия. Помнит радость, которая была, как передавали эту историю из уст в уста всем односельчанам. Потом многие ушли из жизни, их дети уехали, и история о герое потерялась. В процессе поисковой работы мы мониторили интернет, чтобы раздобыть хоть какую-то информацию о Древлюке и о Девяткине. И наше внимание привлекло интервью Сергея Петросова о том, что наши соотечественники в Бельгии организовали в интернете акцию «Бессмертный полк». Мы нашли его в Фейсбуке и написали ему о нашей находке. И он направил нас к президенту Ассоциации «Меридиан» в Бельгии Элле Бондревой. И мы уже с Элой Георгиевной начали совместную работу. Она помогала нам по крупицам восстанавливать историю подвига Алексея Яковлевича, присылала материалы о бригаде «За Родину», знакомила с ветеранами, которые имели хоть малейшее отношение к истории наших земляков. По нашей просьбе Элла Георгиевна сделала нам фотозахоронение, возложила цветы от всех безенчугских жителей, за что мы ей очень благодарны. Мы делились с ней результатами своей работы. Наше общение стало ежедневным практически. Эта история сблизила нас, породнила, за что ей низкий поклон. На сегодняшний день при помощи наших бельгийских друзей мы имеем фотографию Алексея Яковлевича, материалы из газет о нем, скромный, малоразговорчивый, застенчиво улыбающийся. Он свободно владел французским, знал много жителей Вилет, отец Любовью называли его Русланом. Следующий слайд, пожалуйста. По распоряжению главы муниципального района Безенчугский Владимира Васильевича Аникина в марте 2020 года нашим центром был разработан план мероприятий по увековечению памяти об участнике Великой Отечественной войны Алексея Яковлевича Девяткина. Это название улицы села Владимировка Безенчугского района именем Алексея Девяткина. Установка мемориальной скамьи в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны и захороненных за пределами Родины с изображением партизана, ну и, конечно, проведение ежегодных уроков мужества «Русский солдат за мир во всем мире». Так, в апреле 2020 года именем Алексея Девяткина названа улица. В октябре 2020 года установлена мемориальная скамья и QR-код с информацией о ветеране. С 1 сентября до 30 мая на территории всех образовательных учреждений нашего района проводятся уроки мужества. Развито постовое движение в памятные даты и дни воинской славы, выставляется юноармейский пост номер один. Следующий слайд. В рамках Всероссийской военно-патриотической акции Министерства обороны «Горсть памяти», посвященной празднованию 75-й годовщины Победы Великой Отечественной войны, мы пригласили Элу Георгиевну Бондареву принять участие и доставить на территорию Безенчурского района землю захоронений нашего партизана. В марте в торжественной обстановке капсулы с землей заложены у обелиска погибшим участникам Великой Отечественной войны, на котором высечено имя Алексея Девяткина. В начале нашего поиска мы опубликовали статью с просьбой откликнуться тех, кто хоть что-то знает о Алексее Яковлевиче Девяткине. И все жители нашего района стали следить за поисковой работой. После проведенной работы в местной газете вышла статья об Алексее Яковлевиче Девяткине. И все жители выражали слова благодарности бельгийским жителям за заботу о захоронении нашего партизана. Кто-то со слезами на глазах, что Алексей так и не вернулся на родную землю. Кто-то с радостью и гордостью, что именно наш земляк погиб не в плену, а на поле брани за освобождение жителей Бельгии от фашизма. Эта история породнила, несмотря на расстояние, Безенчукский район, Ильежскую провинцию, Велет. Благодарим вас за внимание. Большое спасибо, Алла Петровна. Вы такую нам историю очень интересную рассказали. Знаете, практически детективного расследования, которое вами было проведено. Большое спасибо и за вот этот подробный рассказ очень интересный, и за ту работу, которую вы проделали. И хотела бы в заключении сказать, что много говорят о страшном лике войны, но сейчас необходимо помнить, что этот страшный лик, он складывается из миллионов потерь, из миллионов имен, и многих из которых мы до сих пор не знаем. И поисковая работа, о которой мы сейчас говорили вот в этой последней нашей сессии, она как раз помогает вернуть вот эти имена и дать им имя, что, конечно, совершенно немаловажно, то, о чем говорила сейчас Елена Александровна. Большое спасибо всем участникам, большое спасибо за терпение, за ваши интересные доклады. Мне кажется, мероприятие было хорошим и полезным для всех. Всем успехов и огромную благодарность за ту работу, которую вы проводите. Большое спасибо, Ольга Юрьевна. Мне хотелось бы сделать совсем короткое заключение. Вы знаете, вот таких конференций, таких встреч, как наша сегодня, бывает очень мало, потому что, к сожалению, редкие такие энтузиасты и такие люди и в России, и за рубежом, которые с таким вниманием относятся к истории и к своему прошлому. И мне кажется, это очень важно, что вот сегодня мы действительно уже три часа в прямом эфире, и мы очень благодарны всем, кто нас слушает и смотрит. И это долго, потому что это первая встреча такого рода. И очень много материала. Посмотрите, какие насыщенные были презентации и информации с бельгийской стороны. Посмотрите, какие подробные и с любовью, с каждой детали были сделаны информации и Еленой Гундориной из Болжского района, и Аллы Жуклатовой из Безенчукского. Поэтому вот вся эта работа, которая ведется, она ведется для того, чтобы мы лучше узнали друг друга. Вот сегодня была фактически первая встреча, когда мы смогли посмотреть друг на друга, увидеть друг друга, познакомиться. И мы теперь, я уверена, знаем, что делать дальше. Все-таки то, что мы начали это сотрудничество в пандемическую эпоху онлайн, и сколько мы уже успели сделать за это время. Вы посмотрите, и вот эти церемонии, которые были в России, и эти исследования, и те сады памяти, и открытия мемориального камня, которые были сделаны только что в Бельгии, это все произошло, несмотря на пандемию. И мы, конечно, очень надеемся, что сотрудничество между канунами, коммунами, Лерне, Труапун и Безенчукским, Волжским районом Самарской области, оно сейчас примет новый импульс, новое движение, и вся поисковая работа, историческая работа, и не только поисковая, но и другие формы сотрудничества, другие формы партнерства между муниципалитетами этих стран, наших стран будут развиваться. Поэтому мы хотим поблагодарить всех участников сегодняшней первой установочной встречи по этому партнерству, как с российской стороны, так и с бельгийской. Я хочу сказать несколько слов на французском языке для наших бельгийских партнеров. Дальше, дорогие друзья, мы очень рады за вашу поддержку сегодняшнюю встречу, в этой первой конференции, которая была очень longа, для позволяя нам узнать и лучше узнать этот контекст на каждой стороне. Мы надеемся, что наш партнерство между муниципалитетами русских и бельгий, базовая на нашу историю, которая будет развиваться в других странах. И мы надеемся, чтобы поддержать на этот партнерство, на эту кооперацию, так как возможно, на нашу сторону. На Машу русскую в Брюсселе, в Амбассаде России, и мы все, которые работаем для этого партнерства, для кооперации в доме муниципалитет, и мы на вашей disposке для того, чтобы общаться с людьми и с людьми. Я хотела бы закончить словами призыва развивать эти контакты, эти встречи, которые сейчас только начинаются. У нас прекрасная база, прекрасный фундамент, и мы очень благодарны администрации губернатора Самарской области, поскольку без личного вклада Ольги Юрьевны Зеленкиной, конечно же, ни это партнерство, ни сегодняшнее мероприятие не могло бы состояться. Это свидетельство высокого профессионализма и не менее высокого энтузиазма с вашей стороны, Ольга Юрьевна. Это действительно огромная ваша заслуга, за что большое вам спасибо. Я хотела бы поблагодарить, естественно, лебургмастер, М. Андрей Самаре, и его комиссия коммуналь, для того, что он ведет к тому, что он ведет к тому, что он ведет к этому партнеру. Я хотела бы поблагодарить М. Лебургмастер, Францис Барин, и его первая швина, М. Клодер-Легран, а также М. Лешвин, Патрис Ксюрдебизе, и другие мемызицы коммуналь, для этой прекрасной церемонии, которую мы провели, организовавшись в 17 июня, и для вашей советы, во время подготовки этой конференции. Для того, чтобы эта конференция, на которую я говорила, мы обязательно сейчас поделимся контактами с обеих сторон и предлагаем вам развивать это партнерство, развивать эти контакты, это сотрудничество уже напрямую, а мы со стороны посольства, и сейчас я говорю не только как руководитель Русского дома в Берселе, но и как советник посольства, мы со своей стороны сделаем все возможное для того, чтобы это сотрудничество развивалось позитивно, и партнерство между бельгийскими коммунами и Самарской областью стало одним из самых интересных в нашей российско-бельгийской совместной деятельности. Большое спасибо всем, еще раз благодарим всех участников, и, я уверена, до новых уже очных встреч, которые, скорее всего, мы надеемся, воспоследуют в ближайшей осенью. Все, ждем всех, и всем еще раз спасибо. До свидания. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok